Сухаа. Убедившись, что ни один зверь не остался в живых, Сухаа почувствовал облегчение. Наконец-то это будет безопасно. Когда он пришел в это неведомое место, боялся привлечь к себе внимание. Но теперь, похоже, он слишком сильно волновался. Это хаотичное место, где убийство – обычное событие. Они не только убивали, но и ели друг друга. Вспомнив недавнюю сцену, Сухаа почувствовал дискомфорт. Что это за мир? Посмотрев в сторону дворца, Сухаа задумался. Неизвестное место, неприятельская крепость. Даже если он полностью замаскировал свою ауру, он не мог гарантировать, что император Тигр не заметит его. Несмотря ни на что, он должен рискнуть. Стиснув зубы ради голубой бабочки мечты и своей миссии, он должен был совершить эту поездку. Что касается того, что могло произойти, он мог только импровизировать, основываясь на ситуации. Когда он собирался покинуть это место, внезапно с неба спустилась сильная аура. Бум, бум. И без того тусклое небо стало черным, как смоль. Сухаа мгновенно насторожился. Его шестое чувство ясно говорило ему о надвигающейся опасности с мурашками по всему телу. Это был беспрецедентный кризис. Появилась пара красных глаз, и Сухаа, казалось, засосал свою душу в бесконечную бездну. Любое сопротивление было напрасным. Это казалось вечностью. Ха-ха-ха-ха-ха. Взрыв смеха мгновенно вывел Сухаа из этого состояния. Покрытый холодным потом, он был потрясен, заметив, что перед ним стоит человек с огромной фигурой. Человек? Сухаа смутился. Однако ему удалось взять себя в руки. Как здесь могут быть люди? Здесь был домен зверь. Здесь только звери уровня короля способны на это. Почему этот зверь вдруг напал на него? Может быть его действия были раскрыты? Ты уже проснулся? Хе-хе. Здоровяк посмотрел на смущенное лицо Сухаа и засмеялся еще громче. Ях и тянь, командир императора тигров. Я не ожидал увидеть эту сцену, когда проходил мимо. Страх начал переполнять его сердце. С одной только мыслью он чуть не погиб? Такой ужасный зверь? В федерации, с подавлением, Сухаа никогда не думал, что звери уровня короля были ужасающими. Он даже убил двоих в одиночку, но увидев зверя королевского уровня в зверином царстве, впервые ощутил ужасающую силу. Неужели его разоблачили? Хе-хе, сопляк, не надо быть таким бдительным. Хотя я не знаю, с какой ты территории, это не имеет значения. Пока ты будешь на стороне тигра императора, ты будешь в хороших руках. Итак, вы заинтересованы в том, чтобы следовать нашей стороне? Хейтянь безумно рассмеялся. Сухаа был ошеломлен. Разве он не должен был убить его? Правда, это были владения зверей. Ни один человек не должен здесь бродить. Эти звери, должно быть, никогда не думали об этом. Честно говоря, это он сам так боялся, что относился к кому-то как к врагу. Почему ты хочешь пригласить меня? Сухаа разыграл сцену и почесал затылок. Ха-ха, потому что сопляк, ты достаточно силен. В данный момент император Тигров потерял шестерых генералов во время последнего звериного прилива. Его величество теперь безумно вербует талантливых зверей. Твоя сила не так уж плоха, и ты достаточно порочен. Кто знает, вы можете быть следующим зверем уровня короля в будущем. Глава 499. Глава 499. Праздничный пир набор был завершен. С энтузиазмом Хаитяня он кратко объяснил Сухаа правила. Поскольку Сухаа продолжал изображать из себя невежественного зверя, Хаитяня ответил на множество вопросов без всяких подозрений. Было 12 зверей уровня короля под императором Тигра. Каждый из них обладал ужасающей силой, которая заставляла других зверей трепетать от страха. Тем не менее, половина его подчиненных погибла во время предыдущего звериного прилива. Чтобы быстро восстановить силы своей команды, Тигр Император начал безумно искать новые таланты, которые привели к этой сцене Хаитяня. Если бы это был обычный день, когда кто-то осмелился бы причинить неприятности на его территории, Хаитяня убил бы нарушителя спокойствия, не задумываясь. Но сейчас не время. Что касается личности Суха, разве это важно? Большинство берсерков все равно любят бродить вокруг, особенно те, кто сильнее. Так всегда устроен мир берсерков. Когда их число будет недостаточным, будет осуществляться дальнейшая вербовка. Верность, предательство. В этом хаотичном мире не было такого понятия. Пока ваша сила доминирует, вы сможете подавлять своих мужчин. В конце концов, Тигр Император был зверем императорского ранга. Контролировать несколько зверей уровня короля было для него легким подвигом. Когда Суха услышал это, он смог только тайно подавить свой страх. То, как Тигр Император обращался со своими подчиненными, вызывало беспокойство. Но, по иронии судьбы, такой метод был лучшим вариантом для обезумевших зверей. До тех пор, пока его сила будет выше, чем у других, будет очень мало случаев предательства. В глазах обезумевших зверей все, что они могли сделать, это сдаться тем, кто сильнее. Так как один слаб, провоцируя свое превосходство, был просто актом ухаживания за своей смертью. Таково было правило этого места. Домен-зверь. Сухо-молча запечатлел эту информацию в своем сознании. Хаитянь удовлетворенно похлопал его по плечу. Он увидел потенциального нового члена два дня назад. У него было хорошее предчувствие насчет этого зверя, и он попытался завербовать его. Однако этот зверь на самом деле не согласился по той причине, что он уже пообещал себя хозяину. В конце концов, эта вербовка закончилась тем, что Хаитянь гневно проглотил зверя целиком. Хаитянь невольно рыгнул. Вкус был неплохой. Подумав об этом, Хаитянь посмотрел на Сухоа, что снова вызвало у Сухоа панику. Хе-хе. Хаитянь неловко улыбнулся, я только что вспомнил, что съел маленького щенка. Не беспокойтесь, что значит не нужно беспокоиться. Это нормально думать об этом. Почему вы об этом заговорили? Слишком прямолинейно. Сухоа хотелось выругаться. Императорский дворец тигров. Огромный дворец был ярко освещен. Огромный зверь сидел посередине и наслаждался едой. Остальные места были заполнены всевозможными животными. От главных ворот до самого конца тянулись десятки тысяч животных. Когда Хаитянь открыл дверь, почти все звери обратили на него внимание. Заметив Сухоа, они все уставились на него. Сухоа мгновенно встревожился. Он был ослеплен, когда осмотрелся вокруг. Слишком много. Босс, я нашел хороший саженец. Хаитянь потащил Сухоа, и земля слегка задрожала, когда они огромными шагами приблизились к императору тигров. Хаитянь похлопал Сухоа по плечу. Этот маленький ребенок только что вернулся с поля боя. Этот маленький брат громового зверя привел кучу зверей, чтобы запугать его, но вместо этого их всех убили. О! Звери начали проявлять интерес. Единственным, кто мог потенциально заменить громового зверя, был его брат. Хотя Хаитянь ненавидел этого брата, его силу нельзя было недооценивать. На самом деле, его имя было рекомендовано громовому императору вчера, но Хаитянь не ожидал, что его убьют сегодня. Интересно. Огромное тело императора тигра начало двигаться. Глядя на Сухоа, он поднял голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Он впервые увидел этого зверя. Так это был тигр император, тот, кто убил бабочку мечты. Как только он подумал об этом, его тело начало излучать намерение убить. На самом деле Сухоа даже не пытался это скрыть. Намерение убить распространилось на окружающих, заставляя всех остановиться. Холодный свет пробежал по его телу. Сухоа внезапно проснулся, и он понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Он поспешно попытался взять себя в руки, но огромная рука начала опускаться, прежде чем он успел что-либо сделать. Плечо Сухоа затряслось. Неплохо, ты достаточно порочен. Чтобы иметь возможность убивать, глядя на меня, ты нужен мне в бою тигр. Император безумно рассмеялся. Хэй Тянь, сегодняшний саженец неплох. Тренируйте его хорошо. Возможно, он станет следующим зверем уровня короля. Хорошо, отведи его в сторону и веди. Ха-ха-ха. Хэй Тянь громко рассмеялся, прежде чем усадить Сухоа рядом. Сухоа все еще пребывал в замешательстве. Как это сделать? В то время он совершенно не знал здешних правил. Неистовый зверь. Убийство. Чем больше, тем лучше. У зверей императорского ранга всегда был один критерий для их людей. И это было не что иное, как сила. Все остальное не имело значения. Заняв свои места, Сухоа только тогда очнулся от паники. Это действительно были владения таинственных зверей. Хе-хе, сопляк, ты меня не разочаровал. Хэй Тянь радостно похлопал Сухоа по плечу. Сухоа воспользовался этим шансом, чтобы осмотреться. Однако он заметил, что атмосфера была очень оживленной. Даже когда шесть генералов погибли, была несравненная радость, как будто они вообще не были затронуты смертью. Что случилось? С любопытством спросил Сухоа. Ты не знаешь? Хэй Тянь взглянул на него и тут же ответил. А да, я забыл, что ты был на поле боя долгое время. Хе-хе. Ну несколько дней назад босс возглавил звериную волну, чтобы напасть на человека и сумел убить будущего врага берсерков. Ха-ха-ха. Ты слышал о человеке по имени Сухоа? Хэй Тянь громко рассмеялся. Сухоа снова насторожился и ответил. Нет. Да, вы его не знаете. Такой персонаж не был чем-то маленьким, как вы знаете. Хэй Тянь затем продолжил в издевательском тоне. Позвольте мне сказать вам, что Сухоа сын сутенчин. Он был силен и талантлив. Его будущий потенциал, без сомнения, безграничен. Эта пара птерозавров, они обычно были высокомерны. Даже этот папа вынужден был их игнорировать. В конце концов, все они были убиты Сухоа и съедены на месте. Чтобы уничтожить его, его величество использовал всю свою силу. Прежде чем сумел это сделать, есть, есть. Сухоа лишился дара речи. Будь ты проклят. С каких это пор он ест этих птиц. Да, это такая ужасная судьба. Хэй Тянь вздохнул с выражением, которое Сухоа увидел впервые. Ходили слухи, что у человечества есть все виды пищи. Они поджаривали птерозавра, что усиливало вкус мяса. После еды сила Сухоа возросла. Закончив предложение, можно было увидеть, как слюна стекает с губ Хэй Тяня. Сухоа действительно не знал, что сказать. Жаль. Но что, если он станет сильнее? В конце концов, босс все равно убил его. Тогда Хэй Тянь с гордостью продолжил. Вы определенно следовали за правильным человеком. Вы просто должны следовать за боссом, и ваше будущее будет ярким. Сухоа. Он мог только молчать, потому что в этот момент он вдруг понял, что его раздражает. Итак, этот праздник для. Да. Хэй Тянь хлопнул его по бедру. Это вечеринка в честь успеха босса в убийстве Сухоа. Черт. Сухоа открыл рот и хотел что-то сказать, но быстро закрыл его. Что он мог сказать? Так он был здесь, чтобы присоединиться к празднованию своей смерти? Могло ли быть что-то более болезненное, чем это? Глядя на Хэй Тяня, который был в полном возбуждении, Сухоа мог только горько улыбаться и смеяться вместе с ним. Ибо звери царского уровня, хотя он и боялся их, ни за что не уступили бы. Это не было связано с силой, но импульс, который он имел от убийства зверей уровня короля, хотя это было с помощью странной энергии. В данный момент единственным, что его сильно беспокоило, был огромный тигр император. Но Сухоа не осмелился взглянуть на него снова. Не потому, что боялся, а потому, что не мог контролировать свои эмоции. Когда кто-то пытается показать свою силу, показать свое намерение убить хороший показатель. Однако на этом банкете, если бы вы не смели ничего делать, кроме как пялиться, любой бы точно знал, что что-то не так. Поэтому Сухоа больше не смотрел в центр. В последствии несколько других сильных зверей достигли сцены и принесли новые саженцы, которые заставили императора тигра радоваться. Сухоа молча наблюдал за происходящим. Он так хотел узнать, где находится соколиная жемчужина с тех пор, как прибыл сюда. Однако единственным, кто знал о его местонахождении, был никто иной, как тигр император. Очень плохо, прошу это вопрос. Поэтому Сухоа мог прибегнуть только к этому решению. Создайте модель. Теперь ему оставалось только ждать удобного случая. Когда этот проклятый банкет закончится, он найдет способ создать модель дворца, которая облегчит его работу по поиску соколиной жемчужины. В это время Сухоа выполнит половину своей работы. Однако все пошло не так, как планировал Сухоа. Когда он планировал, появился еще один зверь с потенциально хорошим саженцем. На этот раз, по иронии судьбы, это был трехглазый зверь. Босс это сын трехглазого зверя. Хе-хе. Хотя его текущая сила ниже, его талант способности на самом деле сильнее, чем его отец. В будущем он может достичь даже большего, чем его отец. Один из зверей гордо представился. О, настроение громового императора казалось хорошим. Какой талант? Покажи мне немного. Глава 500. Глава 500. Вся твоя семья, люди. Вжух. Сцена мгновенно затихла. Черт побери. Душа сухая почти покинула его тело. Почему тот, кого он хотел избежать, должен был появиться здесь? Как раз когда он собирался приблизиться к императору Тигру, его личность была раскрыта. С помощью модельного анализа он мог прекрасно имитировать зверя, поэтому не боялся подавления со стороны сильного берсерка. То, чего он боялся, было ничем иным, как талантами сыщика. Этот третий глаз был одним из них. В тот момент, когда трехглазый зверь вошел, он уже почувствовал что-то неладное. Конечно, его пометили. Сцена оставалась безмолвной, поскольку все обезумевшие звери были ошеломлены. Маленький трехглазый зверь гордо посмотрел на сухая. Он знал, что на этот раз оказал достойную услугу. Поскольку его отец был мертв, он должен был показать свою силу природы звериного домена, устраняя любые отходы. Прямо сейчас этот человек, который не должен был быть здесь, предоставил ему такую прекрасную возможность. Однако сухая выглядел спокойным. Выражение его лица оставалось прежним. Даже если маленький трехглазый зверь обнаружил его, не было никаких признаков движения. В голове у него царил полный хаос, но он даже не намекнул на панику. Многочисленные ауры начали проноситься мимо сухая. Он понял, что звери испытывают его. На его лице появилась ухмылка. Сухая позволил им исследовать себя. Даже если это исходило от тигра императора, он был уверен, что выдержит экзамен, потому что внезапно придумал замечательный план. Бах! Упал бокал вина. Окружающие звери начали хохотать. Ха-ха-ха, это смешно. Да, да. Он сказал, что зверь, которого привел хайтянь, человек. Ты слышал? Он сказал, что ты человек. Ха-ха-ха, мой желудок не выдержит. Как мог человек попасть в царство зверей? Толпа начала дико хохотать. С их аурой, сканированной через сухая, они были уверены, что сухая настоящий зверь. Что это за шутка? С каких это пор человек может скрывать такие способности? На самом деле, тигр император был раздражен и посмотрел на маленького трехглазого зверя в неудобном взгляде. Человек, кого ты обвиняешь? Ты хочешь сказать, что даже этого императора обманули, но ты мудрее меня? Нет. Маленький трехглазый зверь запаниковал. Он действительно не понимал. Этот парень явно был человеком. Почему никто не поверил его словам? Он действительно человек. Хэм проворчал сухая, поднимаясь. Со своим высокомерием он шел шаг за шагом. Каждый раз, когда его ноги двигались вперед, он излучал сильное намерение убить, не сводя глаз с маленького трехглазого зверька. Малыш, кто, ты говоришь? Человек. Ты человек. Маленький трехглазый зверь неохотно ответил. С его талантом ничего нельзя было скрыть. Через свои третьи глаза он ясно видел, что так называемый мутировавший зверь был явно человеком в маскировке. Ха-ха, человек? Сухая безумно рассмеялся. Выражение его лица было точно таким же, как ухо и теня и тигра императора. Ты говоришь, что я человек, тогда я докажу тебе это. Сухая усмехнулся. Бум. Его кулаки дрожали. Бах. Плотная звериная аура начала распространяться на окружающих от кулаков, действуя как центр. Такая сила получила похвалу от толпы. Это был абсолютно неистовый зверь. Как у человека может быть такая звериная аура? Ты сказал, что я человек. Я тебе еще докажу. Сухая безостановочно смеялся. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Во дворце раздался крик. Фигура сухая внезапно расширилась. Одежда на его теле мгновенно порвалась. Его тело продолжало расширяться, пока не стало в несколько раз больше. Бум. Он бешено ударил кулаком по земле. Земля задрожала. Это неистовое намерение убить пронеслось по залу, и сухая снова посмотрел на трехглазово зверька. Маленькое отродье, ты все еще собираешься сказать, что я человек. Конечно, этот зверь был достоин того, чтобы мутировать на поле боя. Это убийственное намерение было реальным. Была ли это аура или талант, это был действительно берсерк. Человеку было невозможно подражать. Даже если это был какой-то федеральный страж, все, что он мог сделать, это скопировать форму, которую могли легко обнаружить обезумевшие звери. Ладно, просто уведи трехглазого зверька, тигр император сказал тому, кто привел трехглазого зверька. Зверь испуганно кивнул и быстро ушел. Маленький трехглазый зверь боролся с недовольством. Человек, ты человек, хэм. Суха внезапно пришел в ярость, бум. Без малейшего колебания трехглазый зверь упал на землю, бум. Ты человек, бум. Вся твоя семья люди. После нескольких последовательных ударов Суха, наконец успокоился. Разве я не пришел сюда, чтобы тренироваться, чтобы стать зверем уровня короля? Этот папа больше не заинтересован. Я тоже могу это сделать. Эти его слова ошеломили толпу. Значит, все было ради этого. Эта праздничная вечеринка должна была отпраздновать убийство Суха. Тем не менее, он также должен был найти новых талантливых зверей и обучить их будущим зверям уровня короля. Просто никто не думал в этом направлении. Слова Суха заставили всех замолчать, и толпа внезапно возненавидела этого трехглазого зверька. Что берсерки ненавидят больше всего, так это таких зверей. Вытащите его, тигр император сказал, не задумываясь. Главный зверь поспешно вытащил трехглазого зверька. Он хотел что-то сказать, но из его рта не вылетело ничего вразумительного. Удары Суха уничтожили его рот. Слабоумный Суха усмехнулся про себя. После того, как трехглазого зверька утащили, атмосфера снова оживилась. Но на этот раз некоторые обезумевшие звери секунду смотрели на Суха, а затем яростно насмехались над Хайтянем. Хайтянь, почему маленький трехглазый зверь спрашивал только о том, кого ты привел? В любом случае, опознание не займет много времени. Почему бы не позволить ему пройти эту идентификацию? О чем ты говоришь? Яростно воскликнул Хайтянь. Другой зверь, который предупредил Хайтяня, был зверем уровня короля. Вы все достаточно натворили? Император холодно прервал его. Хайтянь, поскольку все настроены скептически, иди идентифицируйся. В любом случае, это будет сделано быстро. Тигр император тихо сказал Суха. Он не верил, что Суха был человеком, но делал это, чтобы угодить толпе. Грим. В пещеру, где я тренируюсь, я впущу тебя и Хайтяня на день, тигр император сказал. Услышав это, недовольство на лице Хайтяня мгновенно исчезло, а тот, кто предложил осмотреть Суха изменился в лице. Он не ожидал, что тигр император встанет на сторону Хайтяня. В конце концов, это была пещера для зверя императорского ранга. Это нехорошо. Выражение лица Суха было все тем же, но его ум был полон мыслей. Если бы он действительно был берсерком, то не возражал бы. Но это было не так. Хотя он не знал, что это за метод идентификации, он должен быть довольно точным. Для обезумевших животных это была просто быстрая прогулка. Но для него, это был огромный кризис. Как только его личность будет раскрыта, ему придется иметь дело с шестью зверями уровня короля и зверем ранга императора. Он только что проник в это место, и там произошли всевозможные события. Суха выругался про себя. Бах, бах. Медленно вошел старый берсерк, а за ним огромный камень. Суха знал, что не сможет сбежать. Вот почему он взял на себя инициативу сделать шаг вперед. Такое отношение заставило всех поверить в то, что Суха не был человеком. Или как он мог быть так уверен, что его опознают. Что касается гнева. Ну, любой на его месте поступил бы так же. Хорошо, старый берсерк медленно опустил огромный камень и сказал Суха, используй свою силу и ударь его сильно. Затем он автоматически покажет результат. Вот так, Суха громко взревел, и его тело снова расширилось. Затем он ударил кулаком по камню. Бах, с камнем ничего не произошло. Затем старый зверь медленно посмотрел на Суха. Не просто используй силу зверя, используй всю свою силу. Иначе ничего не произойдет. Сердце Суха ёкнуло. Похоже, моя тактика сокрытия человеческой ауры не сработает. Что теперь делать? Если она просочилась в этот момент, он не смел представить, как умрет. Даже если ему повезет сбежать, он не сможет вернуться сюда. После приезда он должен был вернуться с пустыми руками, не зная, где находится соколиная жемчужина. Что делать? Разум Суха олихорадочно искал решение, и вскоре ему пришла в голову безумная идея. Так как он достиг этой стадии, он решил сделать это. Суха остиснул зубы. Однако на его лице появилось сомнение. Этот камень не будет уничтожен, верно? Хэм, даже тигр император не может его уничтожить. Вам не нужно ни о чем беспокоиться и атаковать со всей силой, недовольно сказал старый зверь. Помни, со всей силой. Со всей силы? Ага. Суха притворился разъяренным. Так как ты не боишься, что это будет уничтожено, тогда я сделаю все возможное. Бум, бум. Тело Суха менялось снова и снова. Удивительно, но его тело все еще расширялось. Толпа вскрикнула. Однако никто не знал, что в этот момент трансформация энергии в его теле расширилась и покрыла весь дворец. Модель установлена. Дворец, два зала. Колебания энергии продолжались по мере роста фигуры Суха. Сейчас он выглядел невероятно сильным и величественным. Где сокровищница этого дворца? Давай, вжух. Его разум внезапно наполнился счастьем, когда он наконец определил местонахождение сокровищницы. Рра-ра-ра-ра-ра-ра. Глава 501. Глава 501. Непростительно. Что случилось, Хаотянь? Как ты смеешь? Бум. Дворец рухнул. Удар Суха разрушил весь дворец, наполнив сцену густой пылью и дымом. Мич Синхэ. Техника горы. Техника воды. И, наконец, стрела Синхэ. Бум. 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 Последовательные мощные атаки превратили весь дворец в руины. Когда эта группа зверей наконец отреагировала, Суха уже исчез без следа. Глядя на разрушенный дворец, все были ошеломлены. Что случилось? Неужели Хаотянь действительно человек? Они смотрели, как Хаотянь счастливо концентрирует свои силы, и это делало их похожими на полных дураков. Как только это стало ясно, эти обезумевшие звери пришли в ярость. Особенно император Тигр. Как посмели его так унизить? Ищите везде, схватите его. Бум, бум. Несколько зверей уровня короля начали действовать в одно мгновение. Ужасающие ауры вспыхнули и окутали весь дворец, обнаружив фигуру, убегающую так быстро, как только возможно. Нашли его, бах. Вспыхнули несколько лучей света. Хаотянь был тем, кто возглавил атаку. Его гнев достиг предела. Этот инцидент, можно себе представить, какое плохое впечатление он произвел в глазах императора Тигра. Этот проклятый Хаотянь был человеком. Бум, бум. Несколько зверей уровня короля, преследующих человека, были всего лишь мгновенным делом. Однако они быстро почувствовали, что что-то не так. Когда они собирались пуститься в погоню, то поняли, что этот человек на самом деле ворвался в запретную зону, сокровищницу императора Тигра. Черт побери. Звери начали паниковать. Полный позор. Тигр император был в ярости. Бум. Холодный ореол окутал весь дворец. Вжух. Весь дворец мгновенно затих. Все звери, казалось, замедлили бег и остановились. Наконец, зверь ранга императора начал двигаться. Вжух. Почти мгновенно Суха почувствовал покалывание в голове. Он не мог обнаружить никаких аномалий, но знал, что не сможет сбежать, как только Тигр император начнет действовать. Я не могу больше ждать. Суха принял решение. Вжух. Вспыхнул луч света. Бум. Мощная черная аура мгновенно проникла в Суха. Хлоп. Бегство Суха внезапно прекратилось. Нескончаемая черная аура опутала, окружила и поглотила его. Когда она исчезла, Суха больше не было видно. Никаких следов не осталось. Зверь королевского уровня глотал слюну. Действительно ее босс. Такая сила. Никто не мог сравниться с ним. Хаем. Император Тигр закричал. Все назад. Эти звери уровня короля быстро вернулись. Вжух. Холодный свет озарил запретную зону. Звери вернулись. Однако, когда они добрались до дворца, там по-прежнему царил беспорядок. Праздничная вечеринка закончилась в руинах. Хотя тот человек был убит, это тошнотворное чувство было сродни тому, словно они ели мух. Проклятый человек. Завопили звери. Холодный взгляд императора Тигра скользнул мимо них. Давайте закончим сегодняшний банкет. Возвращайтесь и отдыхайте. Выясните, что за человек мог проникнуть сюда. Особенно ты, Хаитянь. Узнайте каждую деталь. Хорошо. Душа Хаитяня едва не покинула тело. Можете идти. Да. Все звери быстро покинули место происшествия. Увидев бардак во дворце, император Тигр крикнул. Найдите нескольких мастеров, чтобы поработать над моим дворцом сегодня вечером. Если я проснусь завтра утром и не увижу законченного дворца, я съем вас всех. Сказав это, он в гневе покинул сцену. Несколько подчиненных запаниковали. Раз уж Тигр император так сказал, если они не закончат работу к завтрашнему утру, они определенно станут его пищей, вжух, менее чем через полчаса шумный банкет превратился в гнетущую атмосферу. Кроме тех, кто был занят восстановлением руин, других зверей не было. Тем временем, глубоко во дворце, в запретной зоне, со слоем холодного света, покрывающего область, даже зверь не смог бы найти сокровищницу. Более того, при таком существовании любой берсерк, который попытается войти, будет немедленно обнаружен. Так как Тигр император был недалеко оттуда, он совсем не волновался. Внезапно вспыхнул свет, и начала проявляться слабая флуктуация энергии. В сокровищнице бесшумно появилась человеческая фигура. Это был Суха. Фух. Почувствовав, что все звери перестали преследовать его, он наконец почувствовал облегчение. Вспоминая недавнее нападение, он все еще чувствовал страх. Это было ужасно. Ранговые животные императора были эквивалентны доменным эсперам. Такие сильные личности могли легко погасить жизнь Суха. Это было ясно показано в предыдущей случайной атаке императора Тигра. В этот момент Суха почувствовал момент своей смерти. Не было никакого способа уклониться или убежать. Если не из-за ощущения покалывания использования заменяющей модели, он был уверен, что снова покинет этот мир. Конечно, следствием использования происхождения аватара было то, что 80% невообразимой энергии Суха было израсходовано. И это была просто замена модели. В этой связи Суха мог только беспомощно вздохнуть. Без помощи этой странной энергии он был обычным профессиональным эспером. Эту шестизвездочную модель можно было использовать только один раз в его нынешнем состоянии. Ну, по крайней мере он выжил. Суха облегченно вздохнул и вошел в библиотеку. Все накопленные богатства императора Тигра. Я иду. В библиотеке было много энергетических ресурсов, но Суха сожалел разницы между энергией человека и животного. После некоторых вычислений, с помощью метода преобразования Суха, он не мог использовать даже 10% от общей суммы. Это разрушенное место. Суха был недоволен урожаем. Домен эсперы не мог войти сюда. В противном случае их сила была бы подавлена до пика профессионального экстрасенса. Что касается обычных экстрасенсов, они даже не могут поглощать здесь энергию. Будучи не в состоянии восстановить энергию, вопрос времени, когда ты превратишься в мертвеца. Кроме поля боя, как может человечество противостоять зверям? А здесь подавление было самым слабым. Что, если бы у них была битва в нулевой точке, у берсерков была бы невообразимая сила. Сидя скрестив ноги, Суха молча преобразовывал ресурсы. Время шло спокойно. Энергия в теле Суха постепенно восстанавливалась. Поскольку он продолжал восстанавливаться, это будет представлять собой потерю в 10 раз больше, чем у берсерков. Но Суха это совершенно не волновало. Прошло несколько часов. Убедившись, что ресурсов достаточно для поддержки его образцового заведения, Суха без колебаний начал. В середине ночи нынешнее царство зверей было таким же тусклым, как всегда. На территории императора тигра атмосфера также была спокойной. Из ниоткуда ужасающая энергетическая флуктуация распространилась по всей территории. Колебания энергии заставили каждое животное в регионе проснуться, потому что оно пришло от человека. Может это враг? Все звери были потрясены. В это время тигр император делал всевозможные действия с женщиной-зверем, прежде чем внезапно остановиться. Когда это колебание энергии окутало его, он мгновенно испугался. Они были в зверином царстве. Как могут быть люди? Сегодня этот хаотянь был просто профессиональным эспером, но это колебание, которое охватило почти всю его территорию. Как это может быть чем-то, чего может достичь профессиональный эспер? Может это доменный эспер? Император тигров начал паниковать. Бум, бум. Энергетические колебания все еще продолжались. В библиотеке происхождения окружающие энергетические ресурсы быстро сокращались. Сухоа безумно создал модель всей территории императора тигра. 100 метров, 100 км, 10-0-0-0 км. Сухоа не упустил ни одной детали. Колебания энергии достигли предела. Вжух, вжух. Сухоа запечатлел несколько необычных фрагментов через модель. После извлечения данных и их сборки появилась полная соколиная жемчужина. Конечно, так оно и было. Сухоа был потрясен. Этот проклятый тигр император фактически разбил жемчужину на 9 частей и разбросал их в разных местах. Некоторые даже были выброшены за пределы территории. Если бы тигр император бросил его в более глубокую область, Сухоа был бы действительно беспомощен. К счастью, я их нашел, глаза Сухоа загорелись. После определения точного местоположения каждой части, Сухоа немедленно ушел. Глядя на энергоресурсы, с сожалением Сухоа мог только вздохнуть. Даже если это была библиотека происхождения берсерков, она все равно была довольно богатой. Пока у него есть такая роскошь, как время он сможет трансформировать ее для себя. К сожалению, у него было мало времени. Если он потеряет здесь время, то, возможно, не сумеет найти эти осколки. Однако, поскольку он не мог использовать ресурсы для себя, не было необходимости оставлять их позади. С холодным ворчанием фигура Сухоа исчезла. В то же время разгневанный тигр император отправился на поиски маленького трехглазого зверька, которому избили пасть так, что она распухла. С его помощью тигр император наконец мог мельком увидеть захватчика. Вжух! Третий глаз трехглазого зверька нарисовал в воздухе сцену. В этой сцене обезумевший зверь, который утверждал, что он Хаотянь на самом деле не умер и быстро покидал сокровищницу. То, что осталось, было полным беспорядком. А-а-а-а-а! Папина библиотека происхождения! Чертов человек! Этот король убьет тебя! Император Тигров был полон гнева. Все они были собраны им, чтобы культивировать новых зверей уровня короля, и теперь они были уничтожены. Такой поступок просто непростителен. Глава 502 Глава 502 В ожидании возможности бум Земля под императором Тигров превратилась в глубокую, огромную яму. Он не понимал, как может простой профессиональный эспер избежать его атаки. Однако, все это не имело значения. Этот проклятый человек слишком разозлил его. А-а-а-а-а! Громкий рев распространился по всему региону. В мгновение ока все звери на территории бросились на него. Наряду с передачей рева императора Тигра, образ Сухаа отпечатался в их сознании. А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! Одна за другой сотни тысяч обезумевших зверей выходили из своих гнезд, чтобы поймать Сухаа. Насколько силен императорский зверь? В этот момент Сухаа, наконец, смог попробовать его на вкус. Тигр изначально был царем зверей. После прохождения мутации этот тигр, естественно, улучшил свои черты еще больше и стал настоящим королем зверей. Он обладал способностью командовать сотнями тысяч обезумевших животных. Самопровозглашенный тигровый император. Самым страшным был его талант. Когда эта темная аура напала на сухо, она не только забрала его жизнь, но и контролировала бабочку мечты. Пока она была неистовым зверем, он мог контролировать ее. Все потому, что это был царь зверей. Жи-жи-жи-жи-жи. Р-р-р-р-р. Сухо, который находился всего в нескольких километрах, преследовало стадо зверей. Если Сухо замедлит шаг, он будет полностью окружен. Не говоря уже о том, что он был под горячим преследованием нескольких зверей уровня короля императора тигра. Бежать, бежать, бежать. Сухо побежал к внешней части так быстро, как только мог. Он довел анализ модели до максимума. Два дыма пинг. Активировать. Многочисленные красные точки заполняли всю карту. Силу этих тварей нельзя было недооценивать. В радиусе километра все было хорошо видно. 3D моппинг. Активировать. Как только он наткнется на неизвестного зверя, он установит его 3D модель. При этом Сухо имел четкое представление о том, что происходит на другой стороне. Мелькали бесчисленные красные точки. Сухо начал убегать от преследования бесконечных зверей, полагаясь на свой модельный анализ. Началась игра в кошки-мышки. Вжух. Прячься. Уклониться. Под руководством 2D и 3D карт Сухо умело продвигался к цели. Через час первый осколок был у него в руке. Два часа спустя. Второй фрагмент получен. Точно так же, как те звери, которые злились после погони. Как сумасшедшие. Тигр император так же чувствовал то же самое. Сухо легко вел их, как стадо овец, направляясь к своей цели. Сухо не был силен, но площадь здесь была немалой. Способность Сухо прятаться и менять свой путь в зависимости от ситуации была удивительной. В сочетании с его знаниями топографии этого региона, эти звери уровня короля были беспомощны. По сравнению с Сухо они больше походили на новичков, только что прибывших сюда. Они не могли ни поймать, ни найти его. Однако берсерки не были настолько глупы, особенно император Тигров. Будучи зверем императорского ранга, он обладал недюжиной мудростью. Как можно так легко справиться с тем, кто задумал такой ужасный план убийства Сухо? После того, как пятый фрагмент был получен, он, наконец, понял цель противника. Соколиный жемчуг. На самом деле это оказалась соколиная жемчужина. После расшифровки цели противника сердце Тигра императора начало бешено колотиться. Проклятый человек он здесь, чтобы воскресить Сухоа. В чем заключался потенциал Сухоа? Он уже лично был свидетелем этого, особенно во время звериного прилива. В конце концов, Сухоа лично сражался против пяти зверей уровня короля. Такая сцена заставила его испугаться, потому что она была так похожа на бой во времена Сутинчина. Сухоа. Безумец. Он боялся Сутинчин. В то время, когда появился этот безумец, все так боялись, что ему пришлось покинуть сокола императора. С тех пор эта сцена превратилась в кошмар. Господство Сутинчин глубоко укоренилось в его памяти. Но Сухоа – просто профессиональный эспир. Сначала он не верил во все это, но теперь он был на сто процентов уверен. Неудивительно, что он хотел обеспечить смерть Сухоа. Если Сухоа стал очередным Сутинчин, весь домен зверя был сделан. Вот почему он действовал. А теперь Сухоа мертв. Это казалось идеальным концом. Но теперь этот проклятый император Сокол, который должен был быть мертв, все еще жив. Он не только не умер от рук Сутинчина, но и начал служить человеку. Что, если Соколиный император сможет вернуть Соколину и жемчужину? Воскреснет ли тогда Сухоа? Вот почему первое, что сделал Тигр император, вернувшись сюда, разбил Соколину и жемчужину на куски. Чтобы предотвратить его исправление, Тигр император даже пошел вперед и бросил эти фрагменты в случайные места. Некоторые были выброшены за пределы его территории. До тех пор, пока осколки достигают глубин звериного царства, каким бы сильным ни был человек, достать их будет невозможно. Он просто не ожидал, что когда он начал отправлять фрагменты наружу сегодня, человек уже прибыл сюда. Это для Сухоа. Это только укрепило решимость императора Тигров никогда не допустить воскрешения Сухоа. Этот проклятый человек был способен сражаться сразу с пятью зверями королевского уровня. Если бы ему предстояло стать еще лучше, разве он не смог бы с легкостью встретиться лицом к лицу со зверем императорского ранга? Несмотря ни на что, Сэн Су Тин Чен никогда не должно быть позволено в этом мире. Независимо от того, кто вторгся во владение зверей сегодня, он никогда не должен позволить этому человеку забрать фрагменты и соколины и жемчужины. Однако это было легче сказать, чем сделать. Хотя этот человек и не был силен, он не знал, каким способом этот проклятый человек избегает всех зверей на этой территории. Наоборот, фрагменты соколиной жемчужины продолжали собираться. С таким прогрессом это не займет много времени, прежде чем все фрагменты будут собраны. Этот император действительно был обманут простым профессиональным эспером. Император Тигров пришел в ярость. Просто непростительно, когда с тобой играет профессиональный эспер. Каким бы мощным он ни был, если он не сможет даже коснуться врага, все будет напрасно. Этот человек был скользким, как угорь, и просто не мог попасться. Пока Тигр император находился в стрессовом состоянии, один из его подчиненных высказал хорошее предложение. Ждите возможности. Поскольку целью человека было собрать осколки, он, естественно, должен был собрать их все. Иначе, сколько бы он ни собрал, все его усилия были бы напрасны. Другими словами, пока берсерка владевает одним фрагментом, этот человек берет на себя инициативу и стучится в дверь. Вместо того, чтобы бегать как дураки, подчиненный предложил отдать другие фрагменты в обмен на один. Когда Тигр император услышал это, он был так взволнован. Вскоре стало казаться, что от обезумевших зверей не исходит никаких признаков движения. Что касается Сухоа, то он был потрясен, заметив плавный ход сбора фрагментов, как будто все звери исчезли. Почти сразу же Сухоа легко собрал первые восемь фрагментов. Было слишком легко, что Сухоа не мог в это поверить. И сейчас, Сухоа нужен был только один фрагмент. Что случилось? Сухоа начал чувствовать, что что-то не так. Это было слишком просто. Должно быть, что-то происходит. Сухоа начал думать, и когда он направился к последнему фрагменту, Сухоа, наконец, осознал ситуацию, поскольку он приближался. Наконец-то он понял, почему раньше его работа была такой легкой. Его худший страх превратился в реальность. На его двумерной карте неподалеку мерцали несколько больших красных точек. Но еще страшнее было то, что среди этих плотных красных точек была одна, которая была больше других. Даже не думая дважды, эта точка определенно принадлежала императору Тигра. Что мне теперь делать? Сухоа начал думать о решении. Фрагмент был прямо перед ним. Идти или не идти? Пока он мчится вперед, он определенно сможет достать осколок. Однако вполне вероятно, что, как только он возьмет деньги, он не сможет вернуться. В конце концов, это был зверь ранга императора. В голове Сухоа царил хаос. Прикосновение к ядерной бомбе в его руке было единственной вещью, которая могла принести ему некоторое утешение. Войдя во дворец, он потихоньку положил его в укромное место, но перед уходом обдумал все обстоятельства и в конце концов решил взять его с собой. Он не знал почему, но никогда по-настоящему не доверял высшим чинам федерации. Это из-за сутенчин? Он не был уверен. Однако Сухоа никогда не верил их словам. Соврет ли ему Чжан Ян? Очевидно, нет. Но что, если даже Чжан Ян был обманут этими ублюдками? Сухоа снова дотронулся до атомной бомбы и посмотрел на невидимую ловушку перед собой. Что ему теперь делать? Тем временем в федеральном зале, несколько сильных эсперов посмотрели на данные на виртуальном экране и нахмурились. Что-то было не так. Лучшее место для установки атомной бомбы – дворец. До этого он казался идеальным, но теперь снова начал двигаться. Всего за несколько часов он обошел почти все уголки территории Тигрового Императора. Сухоа. Что он делает? Почему мне все больше и больше казалось, что Сухоа убегает? Неужели Сухоа раскрыли? Атмосфера в комнате становилась напряженной. Чтобы выполнить федеральную миссию, даже если человек должен умереть, он должен обеспечить ее выполнение. Очевидно, эта миссия может быть завершена. И все же он взял с собой бомбу. Может быть, ему не удалось сбежать? Военный офицер сказал с холодным выражением лица. Такой человек, какой квалификацией он должен был стать одним из элит федерации. Взгляд Чжан Яна стал холодным. Опять он. Тиньфан. Глава 503. Глава 503. Цель Су Тиньчин. Фух. Многие в федеральном конференц-зале расхохотались. Это была темная история жизни Тяньфына. Кроме того, это было самым запретным для него. Он никогда не ожидал, что Чжан Ян действительно скажет это перед столькими людьми. Прямо сейчас его лицо стало очень уродливым, как будто его только что съели. Чжан Ян. Намерения Тяньфына убить обострились. Довольно. Произнес человек, что стоял в середине. Его холодные глаза скользнули по ним и все мгновенно замолчали. Глава федерального департамента талантов, который курировал каждого федерального опекуна. Пан Ху. Я прошу вас всех присутствовать здесь, чтобы обратить внимание на эту миссию и не ссориться между собой. Ядерная бомба не осталась во дворце Тигра Императора, а была уничтожена. У этой миссии, скорее всего, уже есть проблема. Если ситуация особенная, холодно продолжал Пан Ху, мы будем действовать по плану С. Нет. Выражение лица Чжан Яна мгновенно изменилось. План С это просто личное предложение. Он не включен в миссию, и Суха не был уведомлен об этом. Это абсолютно невозможно. Пан Ху лишь мельком взглянул на него. В этом разница между тобой и Лантинцу. Если необходимо, он может пожертвовать чем угодно ради человечества, но можете ли вы? Человечество. Чжан Ян усмехнулся. Конечно, это возможно для человечества. Но если это для кого-то, то абсолютно нет. Иногда есть вещи, которые ты не можешь решить. Какими бы сильными ни были эти люди, они были всего лишь его подчиненными. В будущем они, возможно, будут праздновать всевозможные достижения. Но теперь, когда он был главным, они могли только слушать его приказы. Приготовьтесь начать осуществление плана Си Тяньфан. Вы будете ответственны за это. Да, сэр Тяньфан был так взволнован, когда услышал это. Однако то же самое нельзя было сказать Чжан Яну. План С. Ради человечества они собирались принести в жертву человека. На этот раз они действительно решили пожертвовать Сухаа и заранее взорвали ядерную бомбу. Каким-то образом Чжан Ян почувствовал, что что-то не так, слишком гладко и быстро. То, как все переросло в это, казалось слишком естественным, как будто все это было спланировано заранее. Очень скоро была установлена аппаратура дистанционного управления. Пока средняя кнопка была нажата, недавно разработанная машина отправит сигнал через домен зверя, а затем, бум, черт, Чжан Ян, наконец, смог понять эту схему. Устройство. Эти люди. Все было спланировано заранее. Он обманул? Вы, ребята, смеете меня дурачить, в ярости воскликнул Чжан Ян. Здесь некого дурачить, Панху холодно посмотрел на него. Должен ли я отчитываться перед тобой, простым подчиненным, за то, что я собираюсь сделать? Я дал ему шанс. Однако теперь он несет ядерную бомбу и беспорядочно бегает по всему месту. Возможно, он даже скоро покинет владение зверей. Эту возможность нельзя упускать. Смею сказать, это все для человечества. Панху произнес это громко и ясно, но в тоне праведника. Осмелится ли Панху задумать такое? Конечно, нет. В чем причина попытки убить Сухаа? Все были свободны от него. Даже несмотря на то, что Су Тин Чен давно умер, влияние, которое он принес, не было чем-то, что обычный человек мог выдержать. Для Панху сделать такой шаг это означало, что кто-то за федералом, который тихо настаивал на этой схеме. Был кто-то, кто хотел, чтобы Сухаа умер много лет назад. Именно по этой причине Суван тайно помогала Сухаа. Как только личность Сухаа была раскрыта, она не осмеливалась представить, сколько людей хотели бы его смерти. Но теперь все началось. Бах! Джан Ян не колеблись нажал кнопку радиопередатчика. Это устройство Суван доверил ему. Перед уходом Суван сказал ему, что если кто-то планирует причинить вред Сухаа, а он не в состоянии справиться с ситуацией, он должен нажать на этот передатчик. Найдется ли кто-нибудь, кто разберется с этим? Джан Ян вздохнул. Радиопередатчик был нажат, но ничего не происходило. Несколько федеральных стражей и федеральных начальников обсуждали план, и они пришли к выводу, что они начнут план с и непосредственно взорвет ядерную бомбу. Тянь Фан насмешливо посмотрел на Джан Яна, держа в руке устройство с кнопкой. Если Сухаа умрет, так называемый первый ряд опустеет. С властью семьи Тянь награды, скорее всего, попадут в руки Тянь Цзы. Глядя на Джан Яна, который скрипел зубами, Тянь Фан был так взволнован. Однако, прежде чем он успел нажать на кнопку, комната внезапно стала зеленой. В центре конференц-зала появился виртуальный экран. Устройство передачи сигнала было заблокировано. Что случилось? Пан Ху был потрясен. Секретное видео выскочило. Только он мог видеть содержание видео. На видео появился достойный солдат. Отпусти его. Эти три слова шокировали Пан Ху. Взорвать ядерную бомбу, одновременно убив Сухаа, разве это не идеальный конец? Даже если он был ценным талантом, разве это не закончится после его смерти? Если бы ему позволили развиваться дальше и он стал бы следующим сутенчином, это было бы смертельным ударом для Федерации. Если бы это было обычное время, Пан Ху никогда бы не усомнился в приказе начальства. Но сейчас он не мог не усомниться в приказе. Почему солдат на мгновение замолчал, прежде чем продолжить? После перевоплощения он не пошел бы дальше Эспера Домена. Что касается этого вопроса, просто остановитесь здесь, хлоп. Виртуальный экран исчез. Пан Ху смутился. Не более чем Домена Эспер. Этих пяти слов было достаточно, чтобы объяснить свои сомнения. Основной, специализированный, профессиональный Домен Область Мира. Нужно было делать шаг за шагом, чтобы стать самым сильным Эспером. Мир Эсперов это было царство действительно могущественных Эсперов. Остановка в Домене Эспер означала, что Сухоа больше не может войти в мир Эсперов. Он никогда в жизни не станет по-настоящему сильным Эспером. Если так, то есть ли необходимость убивать его? Нет. Убийство Сухоа дорого обойдется. Сухоа теперь обладал ужасающим влиянием. Суванем и другими, поддерживающими его спину, была также сила во главе с Су Тинчином, которая исчезла, боевая армия Тянь Синь. Хотя военная армия Тянь Синь исчезла после смерти Су Тинчина, никто не мог гарантировать, что армия действительно исчезла. Недавно Суван показала себя, что, если боевая армия Тянь Синь все еще существует, а если это действительно так, то что, если появится армия, даже если Су Тинчин умрет, пока армия все еще здесь, этого будет достаточно для всей Федерации, чтобы заплатить высокую цену. Человечество, будущее, эти сумасшедшие никогда бы не стали этим заниматься. Таким образом, цена уничтожения Сухоа была слишком высока. Если он все еще годится на роль мирового экстрасенса, его потенциал стоит того, чтобы убить его. Однако в настоящее время в этом нет необходимости. Панху наконец понял глубину этого плана и почувствовал облегчение. Стоп-план с сейчас, вжух. Толпа была ошеломлена. Какова ситуация сейчас? Как раз когда дискуссия закончилась, когда они были готовы выполнить план, план был внезапно остановлен. Это была команда от начальства, черт побери. Тянь Фан стиснул зубы. Глядя на выключатель в его руке, можно было видеть безумие в его глазах, в то время как руки дрожали. Еще немного, и награды будут принадлежать Тянь Цзы. Еще один шаг. Он должен был быстро нажать ее, вместо того, чтобы издеваться над Джан Яном. Сожалея о своем предыдущем поступке, он начал сомневаться в себе. Давить или не давить? Тянь Фан посмотрел на выключатель, который держал в дрожащей руке. Когда он хотел что-то сказать, холодный голос вдруг зазвенел у него в ухе. Если ты посмеешь нажать кнопку, я отрублю тебе руку. Вжух. Тянь Фан мгновенно протрезвел. Затем он обнаружил, что когда он был ошеломлен в течение некоторого времени, все смотрели на него. Я, я не собирался этого делать, быстро возразил Тянь Фан. Конечно, ты не посмеешь. Пан Ху холодно сказал и посмотрел на виртуальный экран. Продолжайте плана, давайте посмотрим, как долго сухо будет медлить. Тянь Фан побледнел. Где-то в федерации. Молодой человек пил в баре. Будучи окруженным красными винами, это не повлияло на него вообще. Выскочил виртуальный экран. Прочитав послание, молодой человек неторопливо удалился. После ухода монета перестала вращаться, как будто исчерпала свои силы и упала. Словно упав на землю, он был отброшен проходящей мимо девушкой. Бах. Монеты выбрасывали на конвейер. Газ просочился через вентиляцию на кухню. Бум. Весь бар был охвачен пламенем. За дверью Чинь Гэ, который только что отошел на три шага, чувствовал спиной жар. Его прическа сейчас была немного неряшливой. Бросив быстрый взгляд, он покинул место преступления. Какая-то организация была уничтожена. Чинь Гэ перечеркнул название этой организации в своем маленьком блокноте. Вздохнул и осторожно закрыл блокнот. Возрождение. Как это может быть легко? Чтобы родиться в этом мире, здесь должен остаться отпечаток. Когда Суха умрет, отпечаток в этом мире исчезнет. Это была не фальшивая смерть, а настоящая. Чтобы нарушить правила смерти, пожертвовав бабочкой мечты, он, казалось, преуспел в воскрешении Сухаа. Однако исчезновение отпечатка указывает на то, что Сухаа больше не может интегрироваться с этим миром. На ранних стадиях это не имело большого влияния, но у него никогда не будет шанса войти в мир эсперов, когда он станет эспером пикового домена. Глава 504 Ярость Сухаа теперь все больше не позволяли эмоциям омрачать решение. Поскольку Сухаа был оставлен своим будущим и имел почти нулевой потенциал, это означало, что он больше не подходил для них. Не представлял для них никакой угрозы, какой он имел такую высокую цену, чтобы убить его. Никакого. Таким образом, Сухаа больше не угрожала опасность. Сухаа, твой будущий путь, только ты можешь продолжать его сам. Эти большие шишки, может, и не делают никаких шагов, но молодое поколение может найти тебя для неприятностей. Борись за это. Даже если вы остановитесь в области домена и упустите возможность стать самым сильным эспером, это самый безопасный путь для выживания. Это должно быть то, чего хотел большой брат Су Вжух. Бесчисленные трещины появились в воздухе перед ним. Даже если он имел власть управлять судьбой, он все еще не мог понять цель Су Тиньчин. В конце концов, Су Тиньчин был могущественным эспером, который превосходил его в бесчисленное количество раз. Слегка покачав головой, Чиньга исчез с улицы. В зверином царстве Сухаа колебался и, наконец, принял решение. Иди. Он должен продолжать. Даже зная об опасности, он должен был продолжать. Даже если он знал, что ужасный тигр император ждет его с несколькими зверями уровня короля, он должен был продолжать, потому что последний фрагмент был там. Ради голубой бабочки мечты он должен продолжить. Кроме того, он не был бы дураком, который просто бросается в атаку и попадает в лапы тигра императора. Суха осмотрел на карту, тщательно анализируя силы своих противников. Бесчисленные идеи возникали, когда компьютеры в его голове работали на полную мощность. Один и краткий план. Не получится. Второй план. Не получится. Третий план. Суха по-прежнему добивался почти нулевого успеха, независимо от того, как он планировал, даже с тысячами компьютеров, работающих на полной скорости, чтобы учесть все факторы, такие как сила и местность. Ноль. Суха горько улыбнулся. Даже если бы это было только 10% с тяжелой работой, он все равно мог бы сделать это на 100%, но ноль? Неужели нет никакой надежды? Глаза Суха загорелись, когда он посмотрел на свое тело. На поясе у него висело нечто ужасное. Ядерная бомба. Эта вещь у него возникла идея. Вжух. Вжух. Без колебаний Суха сделал из себя модель. В модельном мире появилась та же ядерная бомба. Тем не менее, Суха было ясно, что это просто подделка, сделанная с энергией. Это была пустая оболочка, которая не имела никакого эффекта. Но для него этого было более чем достаточно. Он начал анализировать ядерную бомбу. Внутренние части ядерной бомбы ясно показывали каждый контур. С каждой кодировкой Суха мог углублять свое понимание механизмов, стоящих за этой бомбой. Материалы, принципы и сложные формулы были легко расшифрованы. Так вот как это работает, Суха ахнул. Однако после того, как он закончил анализ бомбы, он обнаружил еще одну проблему. Эта чертова ядерная бомба может быть взорвана только дистанционно. Более того, по слабому внутреннему сигналу можно сделать вывод, что ядерная бомба была заряжена и могла взорваться в любой момент. Черт побери. Суха был потрясен. Будь проклят твой дядя. К счастью, он осмотрел его, иначе не смог бы представить, как попал под взрыв. Что случилось? Не дождаться его возвращения, прежде чем взорвать его? Он вспомнил, что раньше не было никаких признаков такого движения от этой ядерной бомбы. Другими словами, эта бомба была активирована только мгновение назад. Его мозг работал со скоростью света. Суха проанализировал всю доступную информацию и смог мгновенно понять общий образ. В то же время его сердце переполнял необъяснимый гнев. Черт, этот папочка рискует своей жизнью. И все же эта группа умственно отсталых действительно изучала, как его убить. Гнев Суха усилился. Множество огней вспыхнуло, когда Суха проанализировал, как принимается сигнал, как активировать и как взорвать ядерную бомбу. Вжух! Сигнал ядерной бомбы был перехвачен. Суха показал странный взгляд, потому что он не был тем, кто сделал это. Неужели другая сторона намеренно перехватила его? Суха не был уверен. Но это не важно. Независимо от того, что планировали высшие чины, Суха решил больше не быть ведомым своим носом. Ношение ядерной бомбы, которая может быть взорвана в любой момент, определенно не является приятным чувством. Держа в руке ядерную бомбу, он шаг за шагом попадал в ловушку тигра императора, потому что у него был блестящий план. Далеко-далеко было племя. В середине племени на камень был положен ослепительный фрагмент. Несколько обезумевших животных бродили вокруг и делали вид, что ничего не произошло. Однако даже ребенок понял бы, что это ловушка. Засада, спланированная берсерками, была действительно паршивой. Однако, даже зная это, Суха все равно продолжал бы. Вжух! Фигура Суха замерцала. Он мгновенно бросился вперед со своим призрачным спринтом. Бум! Призрак, который только что бросился вперед секунду назад, был мгновенно задушен. Появилось настоящее тело Суха, и он быстро схватил последний фрагмент рукой. Со всеми девятью фрагментами вместе, соколиная жемчужина была, наконец, завершена. Фу-х-х-х и в то же время его окутала аура. Суха выплюнул полный рот крови, как будто его атаковала сталь. Это была истинная сила зверя ранга императора. Даже не двигаясь, одной его ауры было достаточно, чтобы Суха сделал полшага в загробную жизнь. Что? Тихий шепот можно было услышать, когда появился тигр император и шесть зверей уровня короля. Чтобы противостоять моей ауре, не умирая, твое человеческое тело довольно крепкое. Тигр император рассмеялся, однако, это хорошо. Раз ты не умер, скажи мне, кто ты? Зачем вы проникли на мою территорию? Это сокол приказал тебе быть здесь или федерация? Хэм сухо рассмеялся, не сказав ни слова. Чему тут смеяться? Император тигров мгновенно пришел в ярость. Простой профессиональный эспер посмел смеяться над этим. Эта проклятая федерация пыталась много раз, но безуспешно. Тем не менее, вы не только можете изменить внешний вид зверя, но вы также можете подделать нашу ауру и даже иметь возможность бросить вызов тем, кто стоит выше вас. Такая сила, ты ученик Тянь Лонга. Тянь Лонг, Суха был потрясен этой фразой. Что это было за место? В тот момент, когда тигр император упомянул это место, можно было увидеть, как его гнев растет. Однако Суха почувствовал что-то скрытое за гневом. Он боялся. Суха молча запечатлел это имя в своем сознании. Что это за место? Такое место действительно могло напугать тигра императора. Однако у него были дела поважнее. Вжух. Суха достал ядерную бомбу. Появление чистого металлического предмета внезапно привлекло внимание обезумевших зверей. Ведь человек-то странное оружие, которое было смертельным. Что это? Строго спросил тигр император. Суха равнодушно улыбнулся. Эта штука называется ядерной бомбой. Другими словами, ядерная энергия сжимается в эту металлическую трубку. Ну, что касается того, что такое ядерная бомба, я думаю, вы должны это хорошо знать. Вжух. Выражение лица тигра императора мгновенно изменилось. Ядерная бомба? Черт, ты жертвенный ягнец, посланный людьми. Черт, побери. Быстро отступаем. Тигр император безумно покинул сцену, не теряя ни секунды. Его подчиненные тоже последовали за ним. К сожалению, было уже слишком поздно. Сухо и холодно ухмыльнулся. Бах. Что-то в ядерной трубе сломалось. Волна света внезапно распространилась на окружающих. В одно мгновение каждая часть императора тигра покрылась светом, в то время как свет продолжал расширяться. Бум. Выражение лица императора тигра и других зверей, казалось, застыло в этот момент. Даже когда они бежали на сотни миль от такой божественной силы, каждое усилие было просто шуткой. Насколько сильна эта ядерная бомба? Когда ядерная энергия и исходная энергия проходят цепную реакцию и сжимаются в этой металлической трубе, насколько мощным будет взрыв? Это была такая большая честь, что территория тигра императора стала первым экспериментом. Бум. На небе образовалось грибовидное облако. В федеральном конференц-зале Паньху и другие продолжали обсуждать миссию Сухо. Из ниоткуда на виртуальном экране, сканирующем владение зверей, появилось темное и туманное пятно и, казалось бы, непроницаемый барьер, который никогда не пропускает солнечный свет, был разрушен в одно мгновение. На карте возникло белое пятно, а потом распустилось, что, когда они посмотрели яснее, все были ошеломлены. Звериный барьер был разорван, и ослепительный свет был таким ярким, что спутники, сканирующие эту область, спроецировали сцену на виртуальный экран, который затем ослепил всех. Такой размах власти был несравним. Это была ядерная бомба. Только ядерная бомба может создать такую мощную силу. Этот Джаньян обернулся и посмотрел на Тяньфана, который все еще держал выключатель. Находясь под влиянием своего гнева, он не колеблясь нанес удар. Ты осмеливаешься нажимать на выключатель без всякого согласия. Бум. Тяньфан получил прямое попадание, и все его тело врезалось в стену. Черт побери. Пан Ху почувствовал покалывание в голове. Как такое могло случиться? Начальство уже приказало остановить план С, но этот проклятый пес Тяньфан умеет только искать неприятности. Как он объяснит это вышестоящим? Нет, я, сказал Тяньфан с распухшим ртом. Никто не ожидал, что Пай Ху даст ему огромную пощечину. Ты невежественный дурак. Люди, хватайте его. Если что-то случится, ты будешь ответственным. Вжух. Вжух. Глава 505. Глава 505 мощный эспер Пай Ху отдал несколько приказов. Инцидент произошел так внезапно, что даже он был застигнут врасплох. Если ему не придется советоваться с вышестоящими, все будет зависеть от него. Но теперь, когда в это были вовлечены высшие чины, ситуация повернулась в совершенно другом направлении. В такой ситуации казалось, что он игнорирует приказы начальства. Если Суха умрет, черт бы побрал этого Тяньфана. Выругавшись про себя несколько раз, Панху снова переключил внимание на виртуальный экран. На экране, казалось бы, вечный барьер, наконец, разрушился. Впервые, на глазах у всех, бах, бах. Спутник продолжал записывать и проецировать эту сцену. Тик, 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 зазвонил коммуникатор Джан Яна. После быстрого взгляда его лицо стало уродливым. Несколько часов назад он просто бросился в колледж Джан Джин. К тому же, даже если он отправится во владение берсеркеров, его сила будет подавлена до уровня профессионального эспера. Власть полудомен эспер невозможно быть выставлены. Черт. Панху хлопнул по столу, и на нем образовалась трещина. Поколебавшись мгновение, Панху стиснул зубы. Призовите учеников Тяньлонга и обязательно верните Суха. Если он жив, я хочу его видеть. Если он мертв, я хочу вернуть его труп. Последние слова, казалось, вырвались из щели между его зубами. Да, приказ был быстро выполнен. Тем временем, в зверином царстве, в тот момент, когда взорвалась ядерная бомба, Суха спрятался в модели мира. Эта замена модели в очередной раз спасла ему жизнь. С помощью модельного анализа Суха мог ясно видеть, что происходит вокруг него. Сила, флуктуация энергии и излучение почти мгновенно расширились до предела. В одно мгновение ядерный взрыв поглотил обезумевших зверей. Большая группа обезумевших зверей, по крайней мере на профессиональном уровне эсперов, мгновенно испарилась. Да, вы не ослышались. Они испарились. Не было никаких признаков борьбы. Когда Суха увидел эту сцену, он был ошеломлен. Мощь ядерного взрыва намного превосходила его воображение. Те звери уровня короля, которые были медленнее набит в их побеге, начали инициировать свои лучшие оборонительные методы. Однако, все было напрасно. Перед мощной силой ядерного взрыва их методы были неэффективны. Мощная сила прошла через любую энергетическую защиту происхождения и проникла в их толстую кожу, заставляя их тело шелушиться. Когда начался процесс с испарения, дикая природа наполнилась их ужасающими криками, прежде чем исчезнуть. Они не могли продержаться из секунды. Бум. Сила продолжала распространяться. Вся территория императора Тигра была мгновенно стерта с лица земли. Поскольку звери уровня короля не могли даже сбежать от этого мрачного жнеца, как могли обычные берсерки иметь другую судьбу. После того, как сила пронеслась по области, сцена стала похожа на голую землю. Дома, дворцы, все остальное. Они превратились в пыль, не оставив после себя никаких следов. Беги, беги, беги. Тигр император превратился в гигантского тигра и бешено побежал в царство зверей. Его тело было похоже на желтую комету, рвущуюся вперед. Однако, перед ядерной бомбой он все еще не мог убежать. Бум. Сила мгновенно достигла своего места и покрыла все его тело. А-а-а-а-а, завопил тигр император. Его шерсть стояла дыбом, и он использовал всю свою энергию для защиты. Если бы это был обычный день, излучаемой ауры было бы достаточно, чтобы каждый зверь вкладывал свою силу как свою собственную. Как царя зверей этого более чем достаточно, чтобы достичь своего пика, когда он использует свою ауру для управления другими животными. Но сейчас все было не так. Все окружающие звери были мертвы. Сейчас это был просто слабый тигр перед мощным ядерным взрывом. Ха-ха-ха. Сухая громко рассмеялся, прячась в мире моделей. Проклятый хитрый тигр, ты действительно осмелился использовать бабочку мечты? Ну и что с того, что это зверь императорского ранга? Перед ядерной бомбой ему все равно придется признать поражение. Сухая впервые стал свидетелем мощи ядерной бомбы. Он также испытал на себе ядерную реакцию в сочетании с энергией происхождения. Масштаб извержения не был шуткой и во много раз сильнее, чем предыдущие ядерные бомбы в истории. Если не из-за того, что Земля претерпевает изменения эпохи, возможно, планета даже не существует. В следующий раз, когда кто-то посмеет спровоцировать меня, я достану ядерную бомбу и уничтожу его. Сухая сразу же подумал об этом. Слишком приятно. После предыдущего прилива зверей он все время чувствовал себя виноватым. В конце концов, берсерки слишком сильны. Они были слишком сильны, чтобы устоять перед ними. Было ли это появление зверей уровня короля или императора тигра? Каждый из них имел силу, намного превосходящую его воображение. Если бы не глупая бабочка мечты, спасшая его, его бы здесь не было. Но что теперь делать? Мстить. Но он не мог этого сделать, потому что это был зверь императорского ранга. В этом хаотичном царстве зверей у него было только одно желание – спасти бабочку мечты. Чтобы оживить ее, все, что он мог сделать – это подавить свои эмоции. Это было слишком угнетающе и болезненно, но, неожиданно результат получился бы такой. Наблюдая за продолжающейся борьбой императора тигра, Суха испытал небывалую радость. Казалось, этим извержением смывается весь его гнев. Вжух. Суха заметил легкость в его мыслях. Возможно, это и было фактором энергии в его теле. Казалось, ускорилось, и модель мира стала еще яснее, чем раньше. Однако все это не имело значения. Похоронить сотни тысяч обезумевших зверей, шесть зверей уровня короля и ужасного зверя ранга императора, этого было бы более чем достаточно, чтобы заплатить за смерть голубой бабочки мечты. Бум, бум. Глаза Суха загорелись. Тигр император больше не мог сдерживаться. Р-р-р-р-р-а, его хвост начал испаряться. Император Тигров в ужасе смотрел на эту сцену. Эта сила исходила из его хвоста. Если бы была еще секунда, он не сомневался, что все его тело испарилось бы. Время, казалось, тянулось очень медленно. Каждая секунда казалась вечностью. Тигр Император оглянулся, и его хвост медленно испарился перед его глазами. Его хвост превращался в ничто. Когда он повернул голову назад, его хвост уже исчез. И продолжительность не было даже 001 секунды. А-а-а, спаси меня, мой старый предок, завопил Тигр Император. Бум, бум. Крик Императора Тигра эхом отдавался в зверином царстве. Как будто в ответ на крик Тигра Императора все пространство неожиданно содрогнулось. Затем Сухая был потрясен, увидев, что след света прошел через тело Императора Тигра, и свет не причинил ему никакого вреда. Что-то не так. Сухая нахмурился. Что случилось? Прежде чем Сухая успел среагировать, он услышал шепот. Фух. Небо тут же потемнело. Это нехорошо. Выражение лица Сухая сильно изменилось. Этот шепот фактически вытеснил его из модели мира. Блин. Что это была за сила? Вжух. Возвращаясь к реальности, Сухая мог видеть только простую белую сцену, которая была силой ядерной бомбы. Черт. Сухая мог только произнести это слово. Его идеальный план провалился перед лицом этой мощной атаки, и он понятия не имел, откуда она взялась. Теперь он попал под мощную ядерную бомбу. Бум. Ядерная сила пронеслась мимо него. Я снова умру? Сухая горько улыбнулся. Бог знает, сколько раз он умирал с тех пор, как начал свое путешествие в мире эсперов. К сожалению, единственное, о чем он сожалел, не смог спасти голубую бабочку мечты. Вжух. Сила прошла сквозь него, но не причинила никакого вреда. Сухая смутился. Это почти мгновенно Сухая понял ситуацию. Глядя на императора Тигра, который испытал то же самое, Сухая смог расшифровать все. Теперь он был в зверином обличье. Таким образом, тот, кто был ответственен за это, фактически защитил его императора Тигра. Сухая почувствовал облегчение. Это не потому, что тот, кто ответственен за это, не видел его истинную личность, но Сухая был просто существованием, не заслуживающим внимания. Защита могла быть просто совпадением. Бум, бум. Мощная сила прошла десятки тысяч миль, но не показывала никаких признаков остановки. До эпохи происхождения способности ядерной бомбы было достаточно, чтобы уничтожить небольшую страну. Хотя эта ядерная бомба была меньше, чем предыдущая энергия, полученная от синтеза с энергией происхождения, была в несколько раз сильнее, чем предыдущие поколения ядерных бомб. Десятки тысяч миль? Это было только начало. Бум. Ядерные силы только начали выходить за пределы территории Тигра Императора. Впрочем, на этот раз, космос-замер, аура, достаточно сильная, чтобы уничтожить Землю, появилось небо. Энергетические колебания Сухоа лишь на мгновение коснулись ауры, и его боевой дух чуть не рухнул. Пуф. Изо рта хлынула кровь. Сухоа недоверчиво посмотрел на ауру. Эта аура принадлежала человеку, защищавшему его Императора Тигра. Нет. Если быть точным, он принадлежал бешеному зверю. Бум. Небо и Земля содрогнулись. В воздухе пространство было разорвано гигантской рукой. Скорость руки фактически превысило деление пространства, и космическая трещина была с силой разорвана, прежде чем она смогла вытянуться. Это действие было слишком простым и грубым. Пробел был достаточно большим, чтобы вместить гигантскую руку. Бум. Небо потемнело. Огромная ладонь была достаточно большой, чтобы покрыть все небо и напасть на ядерные силы. Что он собирался делать? Эта сцена ошеломила Сухоа. Глава 506. Глава 506. Трансформация «Ядерная бомба» была обезврежена. Сухо видел это своими глазами. Прямо сейчас, через спутник, все в аидеральном конференц-зале также ясно видели эту сцену. На виртуальном экране пятно было оторвано от бесконечного барьера, из-за которого владения зверей были темными все время. Сквозь маленькое отверстие в небо поднимались грибовидные облака, но такая сцена длилась не так долго, как ее прикрывала огромная пальма. Щелк. Грибовидное облако было отбито. Все были ошеломлены. Этот. Неужели все закончилось? Вжух. Пронеслась ветровая волна. В зверином царстве барьер, который был сломан в течение нескольких секунд, вернулся в свое туманное состояние. Через спутник больше ничего не было видно. Она снова была заблокирована. В конференц-зале все смотрели на происходящее, как умственно отсталые. Никто ничего не сказал. Ядерная бомба. Это была ядерная бомба. Ядерная бомба, которой было достаточно, чтобы определить состояние битвы на Земле. Из того, как эксперты интерпретировали это, независимо от того, насколько сильна сила человека и что. С помощью сверхкомпактного и портативного ядерного оружия. Пока будет построена бомба с достаточным количеством ядерной энергии, человечество сможет заполнить область зверей этими бомбами и в конечном итоге объединить Землю. Но теперь, Панху горько улыбнулся. Наука, эксперты, все это чушь собачья. Перед человеком с такой силой ядерная бомба была просто игрушкой. Это был первый раз, когда ядерная бомба, используемая на поле боя, была обречена быть последней. В комнате было тихо. Однако Панху вскоре нарушил молчание, быстро, призывая учеников Тянь Лонга вернуться. Не уходи и умри напрасно. Перед таким сильным существованием, сколько бы их ни было, все они умрут ни за что. Нет, это неправильно. Чжан Ян быстро отреагировал, этого зверя там не было. Это огромная пальма только что, хотя и подавила ядерную бомбу, она также нарушила окружающее пространство. Пока он не сможет туда добраться. Все сильные звери были сосредоточены в точке ноль. Даже если нечто подобное произошло здесь, они могут только бежать обратно в это место. Если это был тот зверь. Десять минут. Чтобы добраться сюда, понадобится не меньше десяти минут. Чжан Ян спокойно озвучил свой анализ. Десять минут. Десять минут. Панху пробормотал себе под нос. Поскольку ядерная бомба была остановлена, похоже, что звери в этом районе не пострадали. Это значит, что сухая может выжить. Хорошо. Десять минут скажите ученику истянь лонга, чтобы он искал в течение десяти минут. Если он не найдет сухая, немедленно отступайте. Да. Каждая деталь приказа была выполнена в срочном порядке. Потеряв спутниковый обзор царства чудовищ, все в конференц-зале могли только с тревогой ждать. Они с нетерпением ждали окончательного результата в ближайшие 10 минут. Одновременно Панху активировал свой виртуальный экран и начал печатать документ. Я, Панху, глава Федерального резерва талантов, предлагаю увеличить резерв талантов и прекратить исследование ядерных бомб по следующим причинам. Наконец, перед тем, как закончить документ, Панху прикрепил сцену со спутника. Он верил, что когда этот документ будет доставлен, начальство придет к своему выводу. Ядерная бомба была разработана для борьбы с сильными существами среди берсерков. Она потребляла неисчислимое количество ресурсов, но в конце концов результат был. Неважно, что это был за зверь, этот зверь даже не должен был быть на месте преступления. С помощью всего лишь ладони через космическую трещину от нулевой точки он смог свести ущерб нанесенной ядерной бомбой к минимуму. Подумав об этом, Пангус побледнел. Щелк. Документ был отправлен. Панху глубоко вздохнул и переключил внимание на виртуальный экран в центре комнаты. На экране появился таймер последних десяти минут. Сначала они планировали уничтожить Сухаа, но после подтверждения того, что Сухаа не сможет пробиться в мировую сферу, это превратилось в спасательную операцию. Он надеялся, что Сухаа переживет это затруднение. В царстве чудовищ энергия ядерной бомбы полностью исчезла. Эта огромная ладонь наконец превратилась в иллюзорное состояние и исчезла. С самого начала и до конца император Тигров и Сухаа не осмеливались привлекать внимание этого зверя. Защита их может быть просто запоздалой мыслью от этого зверя. В конце концов, они слишком слабы по сравнению с ним. Вжух. Небо вернулось к своей обычной спокойной темноте. После столкновения между ядерной силой и этой огромной ладонью, окружающей теперь было наполнено плотной хаотической энергией и аурой зверя. Это невероятно. Сухаа был ошеломлен. Он не только подчинил себе ядерную энергию, но и превратил все это место в область с чудовищной энергией, которая была во много раз плотнее. Это те же энергетические наркотики. Так вот что такое настоящая власть. Сердце Сухаа забилось сильнее. В эти дни он видел много чудесных событий. Сила Тигра Императора, сила ядерной бомбы и сила этого неизвестного зверя. Все они освежили его понимание этого мира. Сердце Сухаа кипело от возбуждения. Профессиональный эспер. С тех пор как Сухаа превратился в профессионального эспера и в одиночку победил пять зверей уровня короля, его сердце изменилось. В его сердце был намек на высокомерие. Это потому, что он верил, что, пока у него будет достаточно энергии, однажды он достигнет непобедимости. Бессознательно он начал замедляться. Все, что было сделано в последнее время, шло гладкими темпами. Нет, не совсем так. На самом деле, он был немного импульсивен ранее. Его целью всегда был колледж Чжанчжин. Он всегда мечтал поступить в такое престижное место. Кроме того, здесь хранились секреты его отца и все остальное, что ему было нужно, например, ресурсы. Но потом, личность его отца была раскрыта. Наконец он понял, что Су Циньчин – безумец из федерации, который пытался уничтожить мир. Что ж, это был его первый контакт с отцом. Затем он также получил место в колледже Чжанчжин. Тем не менее, в битве за столицу он столкнулся с Байфын, который был выпускником Бейфа Колледжа. После многочисленных попыток он, наконец, победил Байфына. Он победил. Он победил выпускник Бейфа Колледжа. Даже он сам не мог в это поверить. Хотя он едва выиграл и имел лишь небольшое преимущество, это не изменило того факта, что он выиграл. Затем он легко стал профессиональным эспером. Затем бесконечный запас энергии заставил его насладиться великолепной битвой. И снова с приливом силы его уверенность в себе возросла. А потом, насколько он сегодня силен, Суха не был уверен. Хотя он был всего лишь профессиональным эспером первого уровня, Суха был уверен, что он будет наравне с профессиональными эсперами третьего или даже четвертого уровня. И требование, чтобы закончить Джанчжин Колледж был просто профессиональный эспер. Место, которого он так ждал, больше не таило для него никаких ожиданий. Суха растерялся. Так как он превысил критерии, чтобы закончить Колледж Джанчжин, была ли необходимость идти туда, Суха не знал, каким будет его следующий шаг. Хотя он был в растерянности из-за своей силы, он подсознательно думал, что его собственная цель достигнута. Его мечта сбылась. С тех пор, как его мечта осуществилась, не было смысла тратить время на Колледж. Раз так, зачем ему записываться в этот Колледж? Что делать дальше? Должен ли он просто присоединиться к битве? Суха не был уверен. Вот почему он бродил вокруг потерянный. Однако все, что случилось сегодня, разбудило его окончательно. Профессиональный эспер, мечта достигнута, они все были мусором. Какой была его истинная мечта? Сильнейший эспер, неужели он уже осуществил свою мечту? Она все еще была в десятках тысяч миль от него. Когда появилась гигантская ладонь Суха, наконец, понял, насколько поверхностными были его знания о способности происхождения. Вот что такое по-настоящему сильное существование. Всего лишь профессиональный эспер, и он доволен? В царстве зверей он ясно видел, сколько зверей так же сильны, как профессиональные эсперы. Они все цвели, как грибы. Этого ли он ожидал? Конечно, нет. Абсолютно нет. Суха отдал клятву от всего сердца. Его сильное сердце, которое опускалось еще до этого, наконец-то вернулось. После окончания дела бабочки мечты, я буду поступать в Колледж Бифа. Разум Суха принял ясное решение. Он считал, что для Колледжа Чжан Чжинь, чтобы иметь возможность наслаждаться похвалами от многих людей, у него определенно было что-то, о чем он не знал, что было бы для него несколько ценным. Прежде чем Суха успел среагировать, он услышал громкое жужжание, щелк. Поток тепловых волн поглотил его. Суха понял, что особая атмосфера, которая защищала его, наконец исчезла. Он чувствовал, как ветер дует ему в лицо. Каким бы процветающим ни был этот район, он превратился в ничто. В радиусе тысяч миль не было и следа жизни. Однако, как только Суха приземлился, он почувствовал, что его окружает необычная атмосфера. Когда он поднял глаза, то был ошеломлен. Блин, как он мог забыть об этом. Тигр Император был еще жив. Глава 507. Глава 507. Режим паники. Блин, человека. Я убью тебя. Эти слова словно просочились из щели между зубами. Бум. Аура берсеркера в окружающем нахлынула. Полная и могучая аура императорского зверя впервые нацелилась на Суха. Суха стоял прямо перед императором тигров и не мог увернуться. Бум. Зрачок Суха расширился, когда он мгновенно погрузился в кровавую ауру океана перед ним. Бум. Ужасающая аура убийства пожала плечами всем телом. С его нынешней силой не было никакой надежды избежать этой атаки. В одно мгновение на Суха подействовало намерение убить. То, что предстало перед ним, было бесконечным кровавым океаном. Из моря высовывались головы всевозможных обезумевших животных. Хейтянь. Три глаза. Все звери, которые были пойманы при взрыве ранее, появились. Это был один из навыков тигровых императоров. Суха вздрогнул, и его разум мгновенно протрезвел. Жаль, было уже слишком поздно. Суха огляделся. Увидев его окруженным бесконечным морем крови, он почувствовал надвигающийся кризис. Набегающие волны заставляли его чувствовать себя маленькой лодкой, попавшей в шторм. Нехорошо. Суха выругался про себя. Бум. Волна ударила в него и чуть не опрокинула. Бесконечное море крови лилось и жужжало. Ха-ха. Фигура императора тигра появилась издалека. Проклятый человек. Ты убил всех моих соплеменников. Теперь я использую самый жестокий метод, чтобы убить тебя. Я поймаю тебя в ловушку в этом бесконечном кровавом океане. Ты будешь постоянно умирать снова и снова. Тигр император уставился на Суха глазами, полными ненависти. Простой профессиональный эспер уничтожил все, что он построил. Это преступление просто непростительно. Бум. Бум. Вспыхнул черный луч, и след крови размазался по телу Сухаа. Хайтянь сделал свой ход. Ну у Сухаа вообще не было возможности ответить. Сухаа горько улыбнулся. Сила зверей уровня короля была такой же мощной. Джан Ян упоминал ранее, что на территории федерации любой император рангом выше зверя не сможет войти. Но как насчет зверей класса королей? Не пострадает ли их сила? Царь зверей и федеральные хранители на самом деле была эквивалентна сила полудомен эспер. Поэтому даже какое-то подавление было бы огромным недостатком. Будь то зверь королевского уровня, вторгшийся в федерацию, или федеральный страж, проникший во владение зверя, следствие закончится с тем же результатом. Вот что такое подавление силы. Абсолютное преимущество. Так называемая сила домена будет неэффективна на вражеской территории. Когда Суха был в середине звериного прилива, он сделал грубую оценку силы зверей уровня короля. Он понимал разницу между ним и ними. Однако разрыв расширился еще больше. Полудоменное царство возможно только тогда, когда звери уровня короля может проявить силу, которая показывает разницу между ними и любым обычным берсерком. Вжух! Вжух! Две вспышки черного луча устремились к нему. Суха беспомощно понял, что не сможет уклониться от атаки. Фух! Еще один зверь королевского уровня сделал свой ход. Иллюзия? Нет. Все было по-настоящему. В конце концов, это же территория тигровых императоров. На его территории все, что произойдет, будет правдой. Шесть зверей уровня короля напали на него сразу. Мгновенно на его теле появились всевозможные повреждения. Точно так же, как тигр император ранее сказал, что его жизнь будет висеть на волоске, даже если он захочет умереть, этого никогда не случится. Под ногами горело пламя, многочисленные черные лучи окружали его и пронзали острыми лезвиями. Суха хотел упасть в обморок, но почему-то не смог. Он понимал, что именно так тигр император хотел отомстить. Я умру? Суха впал в состояние тумана. Нападения продолжались. Однако Суха, похоже, потерял способность думать. Единственное, что он мог чувствовать, была боль и жжение, исходящее из его души. С каждой секундой перед глазами все расплывалось. Если эта ситуация продлится еще немного, Суха действительно потеряет себя, и все, что он будет испытывать, это постоянная боль и страдания. Этот процесс будет продолжаться вечно, пока не умрет заклинатель этого навыка, император тигров. Сонливость Суха начал терять сознание. Было темно, вечная темнота. Суха не поднимал глаз, делая шаг за шагом. Однако в этот момент все было именно так. Бах, бах. Два громких звука заставили его растерянные глаза засомневаться. Этот звук. Бах. Это была слабая энергетическая реакция. Когда Суха обратил больше внимания, он заметил, что источник этого звука исходил от его татуировки. Душа, обитающая в его татуировке, была беспокойна прямо сейчас. Голубая бабочка мечты. Бум. Суха мгновенно пришел в себя. Именно она напомнила ему об этом во время кризиса. Суха разволновался. Каждый осколок жемчужины сокола был воссоединен. Хотя они еще не были использованы, ауры излучаемой ими было достаточно, чтобы пробудить ее душу. Ха-ха-ха-ха-ха. Суха быстро скрыл этот приятный сюрприз. Она все еще была жива. Еще есть надежда. Тогда он не должен умереть здесь. Вшпу. Вспыхнула волна неистовой энергии. Суха внезапно испустил сильную ауру. Поскольку энергия в его теле была возбуждена из-за его новой мотивации. Эта аура начала сопротивляться кроваво-красному океану. Затем образовался огромный мир. Бум. Почти мгновенно кровавый океан тигровых императоров рухнул под этой аурой. Окружающая среда вокруг Суха внезапно стала его собственной моделью мира. Бум. Бум. Энергия, исходящая от его тела, продолжала нарастать. По сравнению с кровавым океанским миром тигровых императоров, модель мира Суха была маленькой, но прочной и стабильной. Что это за хрень? Тигр император чувствовал себя странно. Он не мог поверить, что этот парень действительно разрушил его технику. Кроме того, противник также обладал подобной техникой. Что это за техника? Домен? У него не было такого же чувства. Хотя, чтобы это ни было, тигр император усмехнулся. Такая маленькая территория и ты мечтаешь пойти против меня? Просто профессиональный эспер первого уровня. Ты ищешь свою собственную смерть. Бум. В следующую секунду вокруг вспыхнуло кровавое море. Ужасающие цунами приближались к Суха со всех сторон. Все они направлялись к маленькой модели мира. Их невообразимая сила заставляла думать, что модель мира Суха может рухнуть в любой момент. Тем не менее, Суха все еще имел роскошь улыбаться в это время. Вжух. Модель мира внезапно сжалась и мгновенно исчезла. Если быть точным, конденсация была бы более точным словом для описания этого явления. Предмет появился в руке Суха, и выражение лица императора Тигра изменилось, когда он увидел его. Это была ядерная бомба. Бум. Суха немедленно активировал эту ядерную бомбу. Бум. Мощная сила ядерной реакции охватила все. В реальном мире Суха, возможно, не сможет конкурировать с императором Тигров. Однако что, если он сражался не в реальном мире, а в кровавом океане Тигровых императоров, втягивание сознания Суха в эту область было самой большой ошибкой, которую он когда-либо делал. Байфен сильный. Конечно, он силен. Однако его самой большой ошибкой была духовная битва с Суха. Конечным результатом стало полное поражение. Бум. Бум. Не было слышно звука взрыва, но сила отшвырнула и Суха, и Тигра императора прочь. Плах. На земле виднелась кровь. Оба вернулись к реальности. Кровавый океан был уничтожен. Всего за один удар, как звери, так и люди сильно пострадали. Щелк. Щелк. Послышалось несколько резких звуков. Оба его глаза широко раскрылись. Он не мог себе представить, что этот никто не уничтожит его могучий кровавый океан. Неужели этот человек действительно не истянь Лонг? Все равно. Просто убейте его. Даже если домен был уничтожен, убить профессионального эспера было так же просто, как растоптать муравья. Завершив свои мысли, Тигр император издал низкий рев. Рыра-ра-а. Ты человек, да? Действие императора Тигра остановилось. Он был ошеломлен. Оба его глаза недоверчиво смотрели на человека перед ним. Как такое могло случиться? Сухоа насмешливо улыбнулся императору тигров. Вся энергия в его теле была исчерпана, однако он не испытывал ни малейшего страха. Сейчас у него почти не осталось боеспособности. Давно не виделись, тигровый император. Тигр император наконец ответил с выражением, как будто наткнулся на призрак, Сухоа. Как такое могло случиться? Разве он не умер? Тигр император едва мог поверить в то, чему только что стал свидетелем. Это было слишком невероятно. Очень трудно было избавиться от этого проклятого Сухоа. Но почему, почему он все еще жив? Необъяснимым образом император тигров начал испытывать страх. Тебе не любопытно? Сухоа неторопливо сделал шаг вперед. Император тигров бессознательно сделал шаг назад, чтобы сохранить дистанцию между Сухоа. Мой отец предсказал все твои планы и цели. Поэтому сокол император не умер, так как мои отцы хотели оставить его в живых. Ты думал, что без соколиной жемчужины меня не воскресить. Смешно. Грандиозный план, который включал в себя будущее берсерков, осуществлялся с самого начала, и вы, только первая жертва. Сухоа спокойно начал свою бессмысленную историю. Что? Тигр император испытал величайшие потрясения в своей жизни. Как такое могло случиться? Он чувствовал, что что-то не так. Глава 508. Глава 508. Желание сердца вывы. Тигр император начал терять рассудок. Мой отец пощадил императоров соколов. Затем, чтобы отплатить ему, он решил охранять меня. Здесь царство зверей. И хотя люди не могут легко проникнуть сюда, можете ли вы остановить сокола императора? Если вы убьете меня, сможете ли вы избежать его атаки, когда он вернется, чтобы отомстить? Сухоа подошел к императору еще ближе. И тигр император снова отступил в шоке. Ты хочешь убить меня? Вы можете это сделать? Сухоа ухмыльнулся. С каждым шагом вперед Сухоа задавал этот вопрос. С каждым шагом вперед Сухоа пугал императора тигров. Сутенчен и сокол император эти два персонажа всегда были психологическими тенями в сердце тигра императора все эти годы. Теперь Сухоа использовал их, создавая ряб в своем менталитете. Это было не что иное, как психологическая тактика. Один шаг, два шага. Даже без какой-либо энергии, оставшейся в запасе, импульс Сухоа становился сильнее с каждой секундой. При такой тактике даже он был обманут своим поведением. В это время я никого не боюсь. Сухоа убедил себя. Он должен обмануть своего врага и самого себя. Убей меня и Сутенчен убьет тебя. Убей меня и за тобой будет охотиться император сокол. Убей меня и ты умрешь без погребения. Сделайте свой ход сейчас. Сухоа громко закричал и продолжил движение, которое он набрал. Убей меня. Делай свой ход. Бум. Бум. Тигр император почти подсознательно хотел принять меры, но быстро опомнился. Это не должно его убить. После давления Сухоа нон-стоп, он на самом деле принял удивительное действие. Он развернулся и убежал. Вжух. Вжух. Его тело замерцало. Тигр император фактически сбежал от Сухоа. Если бы третья сторона была свидетелем этой сцены, сколько людей были бы шокированы этим. Профессиональный эспер первого уровня заставил достойного императора тигров фигуру, сравнимую с эспером домена, бежать. Смешно. Сухоа усмехнулся и сделал безразличный вид. Неторопливо развернувшись, он побежал изо всех сил. Беги. 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 Сухоа бешено побежал к краю звериного царства. Это не шутка. Если бы он не убежал сейчас, то ждал бы своей смерти здесь. Сейчас он давил на императора тигра до предела. Используя психологические знания, которые он научился использовать тени в своем сердце, он смог отпугнуть тигра императора. Однако в этих словах была лазейка, если кто-то тщательно обдумывал его слова. Сухоа был император тигр дебил? Очевидно, это был не идиот. Сухоа не сомневался, что через несколько секунд тигр заметит его и погонится за ним. В данный момент ему нужно было сбежать из царства зверей, прежде чем император тигр вернется, чтобы преследовать его. Вжух. Вжух. Через несколько секунд, как и предсказывал Сухоа, в округе раздался сердитый крик. Проклятый Сухоа, ты действительно осмелился обмануть этого императора? Император хочет, чтобы ты умер сейчас. Бум, бум. Небо и земля содрогнулись, когда император тигров начал безумно преследовать его. Беги, беги. Сухоа продолжал бежать. Он выиграл несколько секунд. Он должен покинуть владение зверя в этот короткий промежуток времени и бороться за свой последний побег. Хотя он был далеко от тигра императора, ужасающая аура тигра спустилась с неба, сосредоточившись на нем. На этот раз тигр император должен был выиграть гонку. Даже под таким давлением и отчаянием Сухоа был на удивление расслаблен. Это чувство было похоже на освобождение атаков. Странно. Сухоа начал изучать свое нынешнее состояние. В данный момент за ним гнались, и каждый раз, когда тигр император охотился на него в этом зверином царстве, каждый шаг походил на ходьбу по лезвию ножа. Каждую секунду Сухоа боролся между жизнью и смертью. Однако странным было то, что Сухоа чувствовал себя очень спокойно и расслабленно, как будто какая-то тяжесть в его сердце, наконец, исчезла без следа. Почему это так? Сухоа нахмурился. С каких это пор на его сердце лежит тяжкое бремя? Когда это началось? Сухоа тщательно обдумал это. Вскоре его разум уловил подсказку. Может быть это было в то время? Время, когда он воскрес. С тех пор как он воскрес, он чувствовал что-то неладное. Сначала он всегда думал, что это потому, что он только недавно воскрес и еще не смог приспособиться. Однако теперь казалось, что это не так. Что же это было? Сухоа вспомнил это чувство. Когда компьютеры в его мозгу начали анализировать необычное состояние, Сухоа внезапно понял. Наконец, то он разгадал тайну этого. Он, наконец, знал эту проблему, что для человека было самым трудным. Умереть на поле боя? Нет, его использовали как чью-то шахматную фигуру. Сухоа был трудолюбив? Конечно, небеса всегда вознаградят усердных. Сухоа верил этой фразе больше всех, поэтому он все время усердно трудился. Своими собственными усилиями он делал шаг за шагом вперед. Черная карта? Появление черной карты было для него возможностью. Удастся ли ухватить и использовать этот шанс, зависит от самого Сухоа. Возможность выбора всегда будет в его собственных руках. Однако все изменилось после появления звериного прилива. Смерть голубой бабочки мечты. Спасение сокола императора. Все казалось естественным, но все эти обстоятельства распланирована Су Тиньчин? Или, возможно, он предсказал, что это произойдет, и просто решил оставить некоторые подсказки, чтобы облегчить это? Сухоа не был уверен, но это чувство было реальным, без сомнения. Казалось, он стал пешкой в этом грандиозном плане. Его привели за нос, чтобы он действовал согласно установленному плану. Независимо от того, усердно ли он работал, добивался успеха или нет, это было одно и то же. Это чувство было действительно омерзительным. Когда его разум прокручивал сцены прошлого, Сухо, наконец, понял ощущение шахматной фигуры. Другими словами, несмотря ни на что, бабочка мечты обречена на смерть? Прорвется он или нет, во время прилива зверя ему суждено умереть? Значит, исход его прорыва не повлияет на исход звериного прилива? Если они победят, бабочка мечты убьет его, а император воскресит. Если они проиграют, бабочка голубой мечты все равно убьет его, император сокола сделает то же самое. Усердно ли он работал или нет, бабочка мечты император сокола умрут. И он будет жить. Я не против, спросил себя Сухо. Хотя результат был хорош для него, были ли жизни других просто шахматными фигурами для других людей? Если так, то в чем тогда смысл жизни? Какой смысл бороться за свою жизнь? Он все равно кончит, как кукла, которой управляют другие люди, кто контролировал все эти события. Это был Су Тинчин? Или кто-то другой? Сухо не был уверен. Он чувствовал разочарование и сопротивление, когда знал правду. Почему человечество любит свободу? Потому что у них была роскошь делать выбор. Вот почему они были свободны. Бабочка мечты решила отдать свою жизнь, чтобы спасти Сухо. Сухо решил отдать свою жизнь и позволить ей выжить. Это была сила любви между ними. Однако теперь это больше походило на шутку. Конец, которого им никогда не избежать. Конец, который был установлен давным-давно. Чтобы принизить любовь людей и уничтожить свободу выбора, они все еще живут как люди? Нет. Им стал кукольный спектакль. Таким образом, сердце Сухо имело своего рода отрицательную эмоцию, которая подсознательно стала тяжелым бременем в его сердце. В зверином царстве он много работал, но все это было для бабочки мечты. Однако подсознание твердило ему, что пора сдаваться. Здесь не было нужды тратить силы. Работаете ли вы усердно или нет, результат уже определен. Может ли бабочка мечты воскреснуть или нет, все это было предопределено. Стараться изо всех сил – это просто шутка. Поэтому Сухо чувствовал себя измученным. Во время битвы было бесчисленное количество раз, когда он мог выбрать лучший подход, но он этого не сделал. Сухо будет настаивать на выборе самого опасного маршрута. Сколько раз он мог не оказаться в центре событий, которые могли в любой момент лишить его жизни. Окажется ли он в такой ситуации, его будущее предопределено? Должен ли я быть жив до тех пор? Тогда посмотрим, смогу я умереть или нет. Позвольте мне увидеть так называемое будущее, которое управляет моей судьбой. Давайте посмотрим, будет ли он все еще там. Во время ядерного взрыва, когда этот мощный зверь сделал свой ход, все изменилось. Сухо было достаточно понимания того, какое будущее строительство. Если бы было огромное событие в будущем или тот, кто изменил прогноз будущего, был сильнее, потребление энергии было бы больше. Неужели перехват этого могучего зверя тоже ожидался? Сверхдержава, способная раздавить ядерную бомбу, как яйцо. Основываясь на расчетах сухая, ядерная бомба может легко убить императора тигра. Таким образом, для того, чтобы достичь такого уровня, где можно было легко обезвредить ядерную бомбу. Зверь должен быть, по крайней мере, в полубожественном царстве. Только такой сильный зверь мог рассеять ядерную бомбу. Мог ли кто-то ожидать, что такой могущественный персонаж будет вовлечен на 10 лет вперед? Конечно, такой подвиг был невозможен. Находясь в кровавом океане, сухая попал в смертельную ситуацию. Глава 509. Глава 509. Тянь Лонг. Все воспоминания. Все обстоятельства. Они заиграли у него в голове, как фильм. Как только тысячи компьютеров в его мозгу закончили анализ, сухая понял, что эти невидимые оковы были полностью сброшены. Отныне он принадлежал только себе. Для федерации? Для человечества? Для всего мира? Нет. Сухая будет действовать только для себя. Даже если бы это было для человечества, это должно быть по его собственной воле. Вместо того, чтобы позволить другим управлять его судьбой, сухая скорее умрет, чем станет марионеткой. Его будущее, только он может решить его своими руками. Сила менталитета всегда была великой силой, которую обычно упускают из виду. Тех, кто обладает уязвимым менталитетом, легко эксплуатировать. Более пугающим было то, что такого рода манипуляции могли превратить вас в шахматную фигуру неосознанно. Такое чувство было слишком пугающим, когда он думал об этом. Когда он воскрес, сухая избавился от некоторых оков. Он не знал, что это такое, но чувствовал. Его сердце почувствовало себя лучше, когда он спросил императора тигра ранее, и снова некоторые кандалы были сняты. Почему сильных эсперов трудно превратить в пешек? Было ли это только из-за их силы? Это было нечто большее. Был также фактор их сильного внутреннего сердца. И теперь сухая достиг этого состояния. Ха-ха-ха-ха, подумав об этом, сухая не смог удержаться от смеха. В этот момент, он чувствовал себя легким, как ласточка. Такой комфорт влиял на то, как двигалось его тело. Если он не ошибался, в древних книгах были записи, объясняющие, что изменение настроения вызывает в крови изменения, которые влияют на реакцию тела. Чувство гнева, горя или печали, каждая из них оказывала различное воздействие на тело, которое косвенно влияло на мысли и их. Вжух, вжух, скорость сухая возросла с небольшим отрывом. Ну и что с того, что он умрет ценой того, что его никто не свяжет? По крайней мере, он умер за себя, за своих близких. Все было его собственным выбором, о котором он никогда не пожалеет. Р-р-р-р-р-р. Тигр император издал еще один рев, когда он приблизился. После того, как сухая получил четкое представление о ситуации, он увеличил скорость работы ног на ступню. Поскольку он принял ясное решение, не было никакой необходимости пытаться умереть. Умереть здесь без веской причины было бы пустой тратой времени. Вжух, вжух. Сухо обежал по прямой. В конце концов, это единственное, что он мог сейчас сделать. Из-за влияния ядерных бомб вся территория Тигровых императоров стала плоской. Не было места, где он мог бы укрыться или стать препятствием. В противном случае, с его анализом модели, это была бы простая задача. Но сейчас он мог только бежать. Беги, беги, беги. Сухо бешено побежал к краю звериного царства. Пока он доберется до территории Федерации, он будет в безопасности. Цель была недалеко. Бум. Энергия в его теле была использована без остатка. Когда след энергии был восстановлен, Сухо использовал его. Прямо сейчас его фигура, как молния, мчалась к другой стороне. Теперь Сухо мог видеть поле боя. При его нынешней скорости ему хватило бы еще трех секунд, чтобы достичь цели. Три, два, один. Бум. Небо внезапно потемнело. Это нехорошо. Сознание Сухо перешло в режим полной готовности. Тигр-император, находившийся в сотнях миль отсюда, прыгнул и приземлился на поле боя. Бум. Во время приземления его огромное тело образовало трещины на земле. Сухо, который бросился туда, немедленно прекратил свои действия, так как его путь был заблокирован. Тигр-император уставился на Сухо. Сопляк, куда ты теперь побежишь? Хлоп. Сухо не ответил. Все, что он сделал, это подсознательно отступил, но быстро заметил, что у него нет возможности убежать. Отступление. Позади него были владения чудовищ. Как он мог отступить? А перед ним было поле битвы. Пока он будет пересекать поле боя, он сможет вернуться на территорию федерации. Однако гигантское тело тигра-императора казалось слишком сложным для Сухо, чтобы игнорировать его. Всего лишь профессиональный эспер, а вы очень безрассудны. Даже Су Тиньчен не осмелился бы войти в царство зверей в качестве профессионального эспера. Если бы вам позволили развиваться дальше, это было бы катастрофой. Тигр-император продолжал холодным тоном, уничтожая мою территорию и обманывая этого императора. Вам придется заплатить за свои действия. Бум. Подняв лапу, он устремился к Сухоа. С такой плотной ужасающей аурой, нависшей над ним, Сухоа не мог избежать этого. В тот момент, когда он понял, что перед ним стоит Сухоа, он больше не собирался оставлять его в живых. Потенциал Сухоа пугал его слишком сильно. Такой человек был бы лучше, если бы был мертв. Бум. Бум. Небо затряслось. Коготь опустился с молниеносной скоростью, заставив окружающее пространство почувствовать, что время остановилось. Это была сила тигровых императоров. Я умру, пробормотал Сухоа. Он прошел весь путь, чтобы достичь этой ступени, но он все равно потерпит неудачу в последний момент. Какая жалость. Сухоа молча говорил со своей татуировкой на правой руке. Малышка, я могу добраться только сюда. Вжух. Сухоа обдувал легкий ветерок, и он чувствовал боль во всем теле. Он хотел что-то сказать в качестве последних слов, но был ошеломлен, обнаружив что-то вдалеке. К нему бежал молодой человек. Подкрепление? У Сухоа вновь загорелась тусклая надежда. Окинув взглядом молодого человека, он только горько улыбнулся. Профессиональный эспер. Он не мог видеть точный уровень этого эспера. Однако аура профессионального эспера была неоспорима. Черт, профессиональный эспер? В этот момент действительно был профессиональный эспер, который осмелился войти в царство зверей. Неужели он обрекает себя на смерть? Это опасно. Не приходи. Крикнул Сухоа. Поскольку он не собирался выживать, не было необходимости добавлять еще одну жертву. Однако молодой человек проигнорировал предупреждение Сухоа и продолжил атаку. Хэм. Император тигров ухмыльнулся. Его лапа все еще направлялась к Сухоа. Однако последний крик Сухоа перед смертью заставил его подсознательно обратить внимание на молодого человека. Хлоп. Неожиданно гигантская лапа перед Сухоа остановилась в сантиметре от него. Сухоа чувствовал себя странно. Подняв голову, он посмотрел на тигра императора и заметил, что тот не осмеливается сдвинуться ни на дюйм. Все его тело было ошеломлено. Это был знак. Императора тигр боялся. Чего он боится? Зрачок Сухоа сузился. Все, что он видел, это как молодой человек пинает его по заднице. Даже Сухоа был ошеломлен. Какого черта? Этот парень просто искал смерти. Всего лишь профессиональный эспер, и он осмелился так поступить с императором тигров. Однако, что действительно удивило Сухоа, тигр император действительно уступил. Как большой кот он послушно отступил в сторону. Что происходит? Сухоа не мог понять этой сцены. Затем молодой человек медленно подошел к Сухоа и быстро взглянул на виртуальный экран. Подтвердив что-то, он, наконец, удовлетворенно кивнул. Да, Сухоа кивнул. Молодой человек протянул руку и расплылся в ослепительной, как солнце, улыбке. Я ученик Тянь Лонга, Ван Чин. Тянь Лонг Корт. Тигр император, услышав эти три слова, неосознанно отступил. Неудивительно, что он почувствовал надвигающийся кризис. Это действительно был проклятый ученик Тянь Лонга. Бум. Тигр император хотел на цыпочках уйти, но раздался громкий звук. Как можно было упустить такой звук мимо ушей Сухоа Иван Чина. Такая огромная фигура, и все же пытается на цыпочках уйти. Это умственно отсталый кот? Тянь Лонг Корт? Сухоа вспомнил. Он уже второй раз слышал об этом месте. Когда он впервые услышал это имя от тигра императора, у него было такое чувство, будто это был его кошмар. Держись. Только что этот Ван Чин обратился к нему как к младшему. Возможно ли это? Ты прав, Ван Чин улыбнулся и не возражал объяснить. Тянь Лонг Корт это всего лишь филиал Колли Джачжан Чжин. Ты узнаешь об этом больше, когда поступишь, а теперь пошли отсюда. Если сильные из царства зверей доберутся сюда, они обречены. Ладно, Сухоа кивнул. Когда они собирались уходить, Ван Чин оглянулся на тигра императора, этого большеголового кота, что он сделал. Он был ответственен за планирование прилива зверя в городе Цзянхи, с ненавистью сказал Сухоа. Так оно и было, Ван Чин кивнул и небрежно сказал. Тогда нет необходимости оставлять его в живых. Император Тигров мгновенно насторожился. Ра-ра-а-а. Он никогда бы не подумал, что, поскольку этот молодой человек не сделал ни одного движения, не было необходимости в драке. Однако несколько слов Сухоа опечатали его смерть. Проклятые люди, ты думаешь, я боюсь ученика из Тянь Лонга? Тигр император с гордостью сказал, как, казалось бы, отчаянный акт, чтобы успокоить себя. Я зверь императорского ранга, который эквивалентен доменным эсперам. Ты просто профессиональный экстрасенс. Как ты можешь быть моим противником? Раз уж ты так хочешь умереть, не вини меня за невежливость. Р-р-р-р. Его действия казались великолепными, но в глазах Сухоа этот тигр только поощрял себя. Оказалось, что этот тигр испугался. Сухоа действительно не мог понять, почему он боится столкнуться с профессиональным эспером. Чертов бескрайний океан. Вжух. Глава 510. Глава 510. Лучшая военная сила. Бум. Море крови поднялось и сгустилось в воздухе. Эта сцена выглядела, словно огромное пламя поднимается в воздух. Огнеподобная кровь создавала безграничную ауру. Сухоа мог представить, что если он прикоснется к нему, его пальцы сгорят. Р-р-р-р-р. Пламя выглядело как огненный дракон, и оно мгновенно атаковало Сухоа. Огненный поток. Плотная аура, испускаемая этим пламенем, была слишком сильна, чтобы Сухоа мог контролировать свое тело. Щелк. Вань Чен сделал шаг вперед и встал перед Сухоа. Он холодно смотрел на огненного дракона. Его правая рука превратилась в меч, когда он рассекал воздух тысячами наложенных друг на друга волн. Вжух. Космос замер. Поднялись лаи голубых океанских брызг. Как серия бесконечных волн, они продолжали бить огненного дракона и держать его в узде. Император тигров был ошеломлен этой сценой. В одно мгновение его уверенность исчезла. Бесконечные волны поднялись сразу до 900 слоев. Ужасающая мощь огненного дракона начала нейтрализовываться, пока он не исчез. После столкновения между волнами и огненным драконом, окружающий кровавый океан неожиданно разбился. У-у-у-у-у. Тигр император запаниковал и убежал со сцены. Однако в мгновение ока тысячи наложенных друг на друга волн достигли его. Его тело оставалось на месте, когда сотни слоев волн проходили через него. Удивительно, но его огромное тело фактически превратилось в сотни частей. Джуниор, тебе нравится есть пенис тигра? Ван Чен внезапно нарушил молчание. Пенис тигра? Глядя на тигра императора, который был разрезан на куски, и на этот огромный пенис Сухоа быстро покачал головой. Кто бы стал есть эту гадость? Какая жалость? Ван Чен покачал головой. В сожалению, в тигре пениа огромный бонус. Особенно от зверя императорского ранга. Бум. Ван Чен взмахнул рукой, заставляя тысячи наложенных друг на друга волн продолжать накатывать и уничтожать императора тигра. Достойный императорский зверь погиб под рукой профессионального эспера, который был еще студентом. Сухоа с трудом мог принять этот факт. Как такое возможно? Это был зверь ранга императора. Все было совсем не так, как он представлял себе колледж. Кхм. Ван Чен посмотрел на Сухоа и внезапно лицо его озарилось. А да, я забыл, что ты еще не поступил в колледж. Ван Чен улыбнулся. Ваши сомнения, естественно, будут рассеяны в школе. Ладно, Сухоа кивнул в знак согласия. Сегодня было много новых идей, которые ему нужно переварить. Поездка в чудовищ на два дня и две ночи казалась короткой, но то, как он смотрел на мир, полностью изменилась. Вжух. Ван Чен привел Сухоа на территорию федерации. На поле боя было ясно видно, что многие войска федерации ждут. Специализированные эсперы, профессиональные эсперы, пик профессиональных сфер и мощная аура, излучаемая сильными эсперами, ошеломили Сухоа. Заметив его состояние, Ван Чен сделал короткую паузу и задал странный вопрос, что я вижу. Сухоа поднял голову и обратил больше внимания на поле боя. На поле боя, даже зная, насколько могущественны враги, они не боялись оставаться здесь. Они были настоящей защитой человечества. Назвать их настоящими воинами не преувеличение. Не боясь никаких трудностей, они были готовы пролить свою кровь, чтобы каждый дюйм территории федерации был в безопасности. Я вижу солдат. Сухоа продолжал серьезным тоном, горячую кровь и энтузиазм армии федерации. Вы ошибаетесь, Ван Чен слегка покачал головой, хотите угадать, что я в них вижу, а? Сухоа не знал, что ответить. Пушечное мясо. Ван Чен произнес эти два слова и поразил Сухоа. На поле боя они всегда будут первыми, кто умрет. Для будущего человечества они не вносят большой вклад. Эта война продолжается уже два десятилетия, и мы оказались в тупике с берсерками. Чтобы разорвать этот круг, нам нужна сила абсолютной силы. Что касается остального. Они не что иное, как пушечное мясо. Но они все еще люди. Сухоа не мог в это поверить. Они были не игрушкой, которую можно просто выбросить, а человеческими жизнями. Среди этих солдат было много профессиональных эсперов. Они все еще служат пушечной. мясом. Как ты думаешь, что такое пушечное мясо? Спросил Ван Чен. Пушечное мясо бессмысленной жертвы. Ответил Сухоа. Нет, пушечное мясо тоже имеет свое назначение. Единственная цель, которой он служит, это контроль. Однако то, что они контролируют обычные животные, которые являются самыми низкими в иерархии. Человечество и обезумевшие звери боролись за сохранение равновесия. И для этого нужна цена. Ван Чен продолжил. Эта цена бесконечная пушечное мясо. И это относится как к федерации, так и к берсеркам. До тех пор, пока требования будут выполнены, один будет отправлен сюда сражаться. В конце концов, очень немногие доживают до конца. Как такое могло случиться? Сухоа посмотрел на солдат вдалеке и почувствовал, как в его сердце растет печаль. Эти люди были готовы сражаться за человечество и жертвовать собой без малейших сомнений ради федерации. Как они могли думать о таких войнах, как о пушечном мясе для поддержания равновесия? Для будущего поколения они не имели никакой пользы. Эти фразы Ван Чена легко превратили их ценность в пушечное мясо. Думая о себе, Сухоа тоже можно было считать пушечным мясом. Все, что он делал, было подставой, и он просто действовал, как марионетка под чьим-то контролем. Сухо сжал кулаки, обнажив синие вены. У этих людей, у каждого из них тоже была своя семья. Вот из-за чего война, голос Ван Ченга был очень тусклым и бесстрастным. Сила доменного эспера легко превосходит миллионы солдат. Мирового эспера достаточно, чтобы обратить вспять ход войны. Что касается сильнейших эсперов, то их более чем достаточно, чтобы решить судьбу мира. Таким образом, если вы не хотите, стремитесь быть самым сильным эспером. Если мы не можем быть сильнейшими эсперами, выражение лица Ван Ченга внезапно изменилось. Мы пушечное мясо. Бум. Сухо был потрясен. Если один не может быть самым сильным эспером, то он автоматически становится пушечным мясом. Что же на самом деле означали эти слова? Человечество и обезумевшие звери сражались друг с другом на протяжении двух десятилетий из-за влияния магнитного поля происхождения. Неистовые звери безрассудно бросаются на поле боя, чтобы сохранить равновесие. Из-за их действий они были убиты людьми. И человечество сделает то же самое. Потому что человечество будет обречено, если оно прекратит войну. Таким образом, это поле битвы стало местом захоронения для многих людей и берсерков, которые также служат местом для поддержания баланса между двумя силами. Мы не можем отступить. Мы не можем потерпеть поражение. Мы можем только сражаться. У берсерков есть существование полубожественного зверя, и у человечества тоже есть свои сильные характеры. Если бы эти существа сделали шаг, это привело бы к недолгой победе. Но что тогда? Независимо от того, насколько он силен, влияние подавления энергии трудно игнорировать. Чем глубже вы проникнете на другую сторону, тем сильнее будет подавление, которое вы испытаете. Когда человек был слишком измучен, чтобы продолжать, начиналась контратака противника. Будь то для человечества или для обезумевших животных, платить такую цену не стоит. Таким образом, после нескольких таких сражений в начале, эти персонажи больше не участвовали. Другими словами, они приняли другой метод боя. Невзращивание гениев. Культивировать гениев? Сухо они мог не прервать ванчина. Да, культивировать гениев, культивировать спецназ и стремиться к самым высоким вершинам. Станьте самым сильным эспером, который изменит мир. Обезумевшие звери и человечество используют одну и ту же стратегию, потому что все они знают, что момент, когда рождается сильнейший эспер, война закончится. Почему? Сухо.